Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Мазур, управляющий чартерной компанией SimpleSail и Катерина Василевич, управляющая управляющим. Привет! Сегодня мы поговорим о парусном катамаране Lucia 40, французской верфи Fontein Peugeot. И у нас эфир будет построен в формате обзора. Я, когда готовился к эфиру, посмотрел кучу-кучу разных обзоров и понял, что никто не сравнивает модели с другими лодками. Все ходят, показывают, как красиво открываются шкафчики. Поэтому решил построить наш сегодняшний эфир в следующем формате. Человек решил купить лодку. Обратился к дилеру, запросил прайс, начал составлять комплектацию, начал смотреть, куда лучше лодку пригнать. Потом приехал сам на лодку, начал с ней знакомиться и потом уже перегнал вместо стоянки. Поэтому в таком формате мы сегодня будем общаться. С нами сегодня в гостях Тимур Литвиненко. Тимур, привет! Привет всем! У нас сегодня с нами менеджер базы Алексей Житков из Черногории. с нами и сегодня у нас аватар прямо на лодке на Люсии 40 будет. Это Михаил, он наш сотрудник чартерной компании SimpleSail. Миш, привет! Добрый день! Так, у кого-то там что-то шумит, поэтому с микрофонами внимательнее, пожалуйста. Ну что, мы начнем, пожалуй, у нас сейчас на экране как раз показывается Люсия 40. Это Катерина у нас перегоняла лодочку, новую лодочку на Черногорскую базу в ноябре прошлого года. Да, Катя, было такое дело? Да, было. Как тебе лодка? Неплохая, красивый катамаран, на мой взгляд, не без нюансов, я думаю, как и все лодки, но давай мы не будем отклоняться от сценария, человек запросил прайс-лист. И, в общем-то, я думаю, как любой клиент, он будет сравнивать с разными катамаранами, примерно одной и той же линейки и, естественно, сравнивать по цене. Да, Люсия 40 это у нас самый маленький катамаран в линейке верфи Фонтейн-Пежо. Как видно на видео сейчас на слайде, 40 футов самый маленький и самый большой 67 футов. В общем-то, мы сравним 40-ку с моделями других верфей, но давайте сначала начнем с общих характеристик лодки. Длина сколько здесь? Я даже плохо вижу. А как, кстати, вы видите? Нормально этот слайд, нет? Миш, тебе видно там слайд, то, что на экране? Да, достаточно видно. Единственное, что вверх немножко не видно. То есть он... Я сейчас попробую повернуть, поговорю. А, нет, все нормально видно. Нормально видно, да? Да. Ага, хорошо, отлично. Так, длина лодки, длина лодки. Кто мне подскажет, какая длина лодки у нас? Так, секундочку. 11,73. 11,73, да. У меня почему-то прям плохо изображение показывать. Ну ладно, сейчас мы немножко перестроимся. Да, длина лодки 1... А я просто переключился на другой экран и там посмотрел. Супер. Длина лодки 11,73, ширина 6,63, водоизмещение 9,5 тонн, осадка 1,21 м, площадь парусности 58 квадратных метров. Надо сказать, что этой лодки предшествовала Липари. Липари 41. Этот катамаран, он чуть побольше. Вот он у нас. У него длина 11,95, ширина 6,75. То есть, Люсю сделали чуть поменьше, водоизмещением чуть поменьше. Липари была достаточно популярная модель. Тимур, ты ходил на Липари? Приходилось тебе? Да, на Липари мы тоже ходили. Но если сравнить два катамарана вот сходу сейчас, Липари 41 и Люся 40, там сильно различия у этих лодок? Ну, я таких вот прям принципиальных различий не увидел. Окей. Ну, в общем, обновили лодочку, новая мебель, там новое оборудование, немножко дизайник, дизайн улучшили и получили Люсю 40. Итак, возвращаемся к нашей Люсе 40. И с чего начнем? Вот человек решил, человеку сначала нужно выбрать комплектацию, правильно, Екатерина? Ну, нужно сравнить, я считаю, некоторые лодки по базам, даже по цене. И, в общем-то, уже идет рассмотрение различных опций и уже сравнение, скажем так, финальной стоимости со всеми необходимыми нюансами. Ну, вот у нас, давайте тогда, давайте начнем с того, что мы выбираем, сколько нам кают нужно, да? Ну, вот мы еще до дилера не дошли, мы просто ходим в интернете и листаем картиночки. У нас план палубы сейчас, ничего особо интересного здесь нету, палуба как палуба, без флайбриджа лодка, посередине рубки мы видим большой световой люк, на него желательно не наступать, когда убираете паруса. Ну, и, в общем, вот такой вот форматик у нас. Перемещаемся в салон, так выглядит расположение в салоне. То же самое, что и на Липаре 41, немножко диваны по-другому стоят, и расположение штурмовского стола. Ну, на самом деле, все, в общем-то, все то же самое. И столик, по-моему, в кокпите так же стоит. Правильно, да? Да. Так, ну что, у нас есть, у нас есть Maestro 2 с двумя туалетами. Это расположение такое, Honor версия называется, три каюты. Слева две каюты, и справа одна мастер-каюта, большая. Туалета тоже два. Один туалет в левом поплавке, он совмещен с носовой и с кормовой каютой. А в правом поплавке у нас туалет расположен вместо носовой каюти. Огромный туалет. Я вот сколько раз не ходил на катамаранах, и когда попадал в версию Honor, я всегда удивлялся такому размеру душа, туалета, и не понимал, зачем она реально такая огромная нужна. Ну, это же комфорт. Ну, в туалете люди не так много времени проводят. Ну, по крайней мере, большинство. И в душе... Это, Сергей, ты просто ходил мужским экипажем, я думаю, поэтому... Ну, разными, разными ходил. Так, ну что, у нас маэстро есть с двумя туалетами, и есть маэстро у нас с тремя туалетами. Это когда в левом поплавке туалет для каждой каюты отдельный. Я, честно, предпочитаю, когда туалет побольше. Да, вот мы сейчас говорили как раз о больших туалетах. Я предпочитаю, когда он побольше. Когда он вот так разделен на каждую каюту по одному туалету, там очень мало места и прям вот прям некомфортно и локнями. Я маленький, мне еще более-менее. А если человек большой, то ему уже очень сильно дискомфортно. Ну, тоже может быть еще один нюанс, который касается, например, капитана, да, приглашенного. И если на лодке капитан, у которого есть своя каюта, или он, например, спит в салоне, если все туалеты, которые завязаны на входы из кают, получается капитану, для того, чтобы дойти до туалета, нужно пройти кому-то в каюту, что, в общем-то, не совсем корректно. Поэтому, если рассматривать, например, чартерную версию, на мой взгляд, либо случай наемного капитана, то тогда этот момент с туалетом должен быть, в общем-то, продуман. Да, поэтому я сейчас включил как раз то расположение, тот лейаут, который я больше всего люблю на катамаранах, в принципе, чартерных. Я думаю, что и для частной эксплуатации можно купить такую лодку, ее потом легче продать, ее чартерная, я думаю, по хорошей цене купит, если вы будете, быстро купит, если вы по хорошей цене будете продавать. Здесь мы как раз на экране сейчас видим два туалета, один в левом и один в правом поплавке. И тут, Катя, для тебя как раз, и для остальных, кто в море ходит, и для Тимура шкиперов, есть отдельная дверь. Можно войти, и не будешь никому мешать. При этом... Да, 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 потому что, допустим, если мы сравним с четырьмя туалетами, вот сейчас у нас расположение с четырьмя туалетами, то там двери только со стороны кают. Получается, если вы наемный шкипер и не находитесь... У вас нет отдельной каюты, все, вам придется с каким-то гостем договариваться. А гости бывают такие, что могут спать до обеда и не пускать в туалет. Ну, или с которыми сложно договориться. Да, да, да. Есть такие, с которыми реально очень сложно договориться. Ну что, Тимур, какую комплектацию выберем? Я вот, я честно предпочитаю четыре каюты и два туалета. Вот эту вот комплектацию. Ну, я думаю, что с прагматической точки зрения именно эта версия, ее будет проще всего продать на авторичке. Прямо однозначно. Вот. Если есть уже там опыт, если это катамаран не первый и человек понимает, что там минимум он пять лет проходит на ней, а может быть и там десять, и задача последующей продажи не стоит остро, то я бы скорее все-таки голосовал за три каюты и два гальюна. Потому что, ну, реально большинство людей, кто ходит вот в частном порядке, ходит по формуле 2 плюс 2. То есть пара владелец, значит, и его супруга, и, как правило, пара гостей. Слушай, ну, многие, кто начинают ходить просто так, потом думают, не сдать ли мне лодку в чартер, обращаются в чартерную компанию, они говорят, не, не, ну, трехкаютка нам не нужна. Это у нас есть... Я согласен, да, на самом деле, трехкаютный в чартер, сороковая трехкаютная в чартер, это такой нонсенс. Да, поэтому пока мы еще не дошли до дилера, и не запросили у него прайс, а просто листаем картинки в интернете и смотрим на layout, и на расположение койот, мы уже должны думать о том, как мы будем продавать лодку. Я согласен. Задумываться о продаже на момент покупки, это правильный ход. Да, и мой выбор, это, конечно же, четыре каюты и два туалета. Я думаю, что, ну, 80% покупок должно быть. Ну да, и крохотные, крохотные вот эти гальюны, они неудобные, они неоправданные. Согласен. И вход, опять же, есть отдельный, не надо никому мешать. И вряд ли большая толпа будет ломиться. Вряд ли на лодке произойдет такая ситуация, когда всем нужно будет занять четыре туалета. Это значит, кок постарался. Да, да, да. Ну, до кока мы еще дойдем, я думаю, в этом афере. Тут как раз вам на видео какие-то фрукты показываются. Фрукты мойте, и тогда туалеты точно. Туалетов войдет на всех. Итак, что дальше? Вот, в общем-то, мы полистали эти картиночки. Да, и остановились, что выбираем, ну, вот такую, на 80% случаев более-менее правильную, правильный layout. четыре каюты и два туалета. Остальное все это индивидуальное. И для тех, кто не думает о том, что лодку надо будет когда-нибудь продавать или может быть даже в чартер сдать и немножко денег на ней заработать. Идем к дилеру и попробуем составить комплектацию. Мы быстро пройдемся по комплектации. Не будем очень сильно, ну, не будем прям-прям вот сильно-сильно задаваться. Я вот здесь взял да, секундочку, сейчас уберем чертеж. Я не стал очень сильно вдаваться в какие-то детали и составил общую комплектацию. Чуть попозже мы сравним модели такого же размера других верфей и тоже посмотрим на то, сколько они стоят у нас. Потому что, ну, как делать же, как делать обзор лодки, не сравнивая с другими моделями в таком же сегменте. Это было бы правильно. У нас это, у нас самый честный, честный обзор. Итак, мы пошли к дилеру в России. Он у нас пока один. Там не будем его называть, а то будут обвинять в рекламе. Его, кстати, сегодня нету с нами. Жалко, он хотел к нам присоединиться. Антона Копов уже назвал. А, компанию не назвал. Итак, Люсия Цироковая. Вот запросили у Антона Прайс. Он действительно с 15 января 2020 года. И пойдем потихонечку. Здесь уже видно желтым цветом итоговая цена лодки. Я не стал пихать туда опреснители, кондиционеры. Считаю это ненужным, потому что, ну, возьмем базовую, все остальное, человек в процессе эксплуатации может туда сам напихать сколько угодно. Мы берем такую минимальную комплектацию, не самую дешевую, не самую дорогую, чтобы просто можно было взять и выйти на воду. То есть, Ready to Sale. У нас когда-то так компания называлась, но мы ее потом переименовали. Итак, мы выбрали Люсия 40 версия, 4 каюты и 2 туалета. Ее базовая стоимость 295 тысяч евро. Нормальная стоимость. Дальше идут пакеты. Пакет опций, версия Океаник, Комфорт и Гранд Ларч. Ну, Гранд Ларч совсем слабенькая. Здесь вот видно отмечено у нас, что сюда входит. Совсем слабенькая. Океаник, Океаник все берут, в принципе, я думаю, 99% берет. Океаник и Комфорт, там излишки в Комфорте идут. Вот здесь вот видно, что туда входит. Это телевизор с хай-фай системой, акустическая система Босс, мягкие диваны в кокпите, резервная помпа и декоративное освещение в кокпите. Но это какая-то лишняя опция и стоит она аж на целых 6-7, 7,5 тысяч евро дороже. Поэтому проще там уже внизу потыкать будет и повыбирать самому то, что нужно. А Океаник это более-менее сбалансированная опция. Туда входит лейзи-бэк, защитные чехлы, фаловая лебедка электрическая. Практически у всех верфей есть вот, есть такой пакет опций, который можно выбрать. У каких-то верфей он один, там прям базовый идет и все. И можно его не выбирать, а потыкать самому. А у кого-то есть вариант из нескольких пакетов опций. Большинство берет Океаник и не парится. Итак, идем дальше. Двигатель. Доходим до такого важного и интересного момента. Я всегда беру мощные движки. я по-моему смотрел у Бали или у Наутитека у них апгрейд идет с 15 или с 16 лошадей до 40. То есть очень ощутимая разница. Брать маленькие двигатели нецелесообразно, катамараны тяжелые сейчас и реально нужна мощность для того, чтобы выгребать против ведра, как они такие большие, большое сопротивление, парусность огромная у них. Плюс иногда мощность нужна для того, чтобы двигатели у вас дольше работали, вы будете их на меньшей мощности эксплуатировать и срок жизни движков будет у вас больше, соответственно, и будет на ТО меньше денег уходить, на ремонты на какие-то. Ну и иногда при швартовках в сильный ветер дополнительная мощность не помешает. Особенно если вам на винт на один кто-нибудь намотал в марине и у вас остался только один движок и там тоже нужна полная мощность чтобы как-нибудь раскорячиться и никуда не улететь. мы выбрали здесь два мотора по 30 лошадиных сил. Кстати, вот Lagoon предлагает чуть ли не 45 лошадей. Я бы сказал, что это перебор. Это перебор. А 30 это все-таки мало. Мы ходили у нас Люсия 40 есть, мы ходили на ней с Катей, Катя сама ходила, ну и многие ребята тоже на них ходят и будут ходить. Сейчас школа 30 лошадей мало, да, Екатерина? Мало, мало из практики. Могу сказать, что недостаточно. Да, и верфь не предлагает Янмаров, она предлагает только Вольво Пенту. Поэтому, если денег куча есть, вы выкидываете движки и ставьте туда нормальные сами, какие нужно, по мощнее. А места там куча, в катамаранах места много, поэтому, если вот инженерная мысль у вас нормально работает, вы можете проапгрейдить свой катамаран так, как захотите. Дальше идет... Не знаю, я, Сергей, здесь вот, наверное, не соглашусь. Я ходил, по-моему, на 420-м Лагуне, там был прям суперапгрейд движков, то есть, там, вместо, не знаю, базовых, которые тоже не такие плохие, вместо тридцатки, там, по-моему, два по 60, что ли, там, два по 75 стояло. Вот, и реально, ну, мы не использовали, то есть, получается, ты либо жгешь солярку немилосердно, вот, либо ты идешь и не догружаешь мотор, то есть, ты идешь не в оптимальных оборотах, ну, потому что меньше 1800 идти, в общем, для движка тоже не очень хорошо. Это мы потом открыли возможность ходить просто на одном движке, то есть, когда ровная вода и все равно, там, такие мощные движки, что просто садился кормой в воду и не прибавлял этой скорости. Согласен, согласен, ну, рационализм нужен везде. Важно, мощности еще никому не пожал. Но, чтобы увеличить мощность в два раза, точнее, эффективность двигателей в два раза, надо увеличить мощность в три раза, тогда он будет и в два раза быстрее ехать. Но, тут же корпуса еще такие, не забывайте про сопротивление корпуса, про число фруда, когда невозможно корпус, сколько бы ты двигателей не воткнул, разогнать быстрее определенной скорости. Поэтому, ну, везде нужен рациональный подход. Я не призываю ставить мощные движки, я просто говорю, что 30 мало, 45, Тимур сказал, много, поэтому надо где-то 40 поставить. Но, такой опции, допустим, у Люси, у Люси нет. Ну, ничего страшного, из 30 живут, никуда не деваются. Итак, идем дальше, у нас отделка ткань, я здесь вообще ничего не выбирал, у нас стандартная отделка, стандартная ткань, лодка в светлых тонах идет, и это более чем достаточно. Раньше у океанисов, например, стандартная отделка была темная, и там желательно было тыкать на светлые тона, чтобы спускаясь вот в подвал, в однокорпусную лодку, я имею в виду в салон, извините, те, кто любит очень однокорпусные лодки, а спускаясь в салон, там было прям сильно-сильно темно, и светлые тона добавляли, добавляли веселья, и становилась радость не жить. Идем дальше, внешнее оборудование, тентирование кокпита, здесь я взял тент для прохода в посту управления из кокпита, но, почему мы выбрали тентики, потому что, когда фигачит, и когда вы далеко идете, находиться на посту управления, и без защиты от ветра, это очень плохо, там брызги, ветер, ну, некомфортно, поэтому, если дальнее расстояние, удобно, за тентами закрылся, и вышел спокойно в одних шортиках, в манечке, посмотрел, что там происходит, и обратно. На катамаране хороший обзор, и на дальнее расстояние можно находиться в салоне, и не нужно никуда особо влезать и стоять, как на однокорпусной лодке в кокпите. Катамаран этим хорош, там на люсе обзор, ну, 360 градусов, есть, конечно, такие мертвые зоны, но вы не будете в одном месте стоять, будете двигаться. и так, идем дальше, бимини, над постом управления у нас здесь выбрано, стол в кокпите из полиэстера, чтобы было, зачем обедать и где обедать, мягкие диваны в кокпите, и мягкие диваны на носовой палубе. Я скажу сразу, что многие люди часто заказывают и мягкие диваны и бимини со сприхудами у отдельных производителей. Во Франции есть фирма Титоп, у них можно заказать, но они супер шьют, и иногда даже у них качество лучше, я думаю, практически всегда лучше, чем у производителя. Поэтому, когда покупаете лодку и общаетесь с дилером, можете его сразу попросить о том, чтобы он заказал это самостоятельно. Откроем маленький секретик, они, короче, всегда там заказывают, у них скидки, они вам продают, вытыкаете в комплектации от верфи, они вам Титопа привозят и еще на этом деньги зарабатывают. Такой маленький лайфхак, кто внимательно слушает, тот может денег сэкономить. Итак, идем дальше. Благодарности от дилеров. Да, 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 да. Не, ну лайфхаков и секретов много, всегда покупайте лодки у дилеров и у нас, с Тимуром. И советуетесь с нами. И советуйтесь с нами. Дополнительные швартовые утки нужны, ну, всякие там шпринги заводить. Больше тут особо, наверное, ничего выбирать не нужно. Есть сидения на носовой части корпусов, они в версии комфорт уже есть. Я люблю всегда заказывать сидения на носовой части, чтобы девочки там могли фотографироваться на закатике, садиться, дельфинчиков смотреть. Очень удобно, когда вот эти сидения на рейлингах. Да, да, да. В самом время перегона сидел и дельфинчиков смотрел. Да, специально для своей жопы покупаю эти сидения. Ну ладно, отвлеклись. Оборудование интерьера. У нас есть шторы в салоне, они нужны. Зашторятся, чтобы никто вас не видел, когда стоите в марине. А, тики всякие, мы там покрытие палуб не заказываем, потому что это все настолько индивидуально. Я, в принципе, всегда против тика на палубе в кокпите, пожалуйста. Но лучше какая-нибудь синтетика. Есть сейчас очень хорошее синтетическое покрытие. Они не нагреваются, служат долго, не надо бояться, что вы вино разгрыдете. В общем, такой творческий вопрос. Стол в салоне... И отслуживает легче. Да, стол в салоне трансформирующийся в кровать. В базовой комплектации у всех фонтейнов идет журнальный столик в салоне. Маленький журнальный столик. Если вы выбрали трехкаютную версию и она у вас оунирская, то скорее всего вам такой журнальный столик подойдет. Потому что вы будете кушать. Вы будете кушать в кокпите, а на журнальном столике тоже иногда, но прям какие-то застолья вряд ли у вас будут, как в чартере. А в чартере нужно выбирать трансформирующийся в кровать, чтобы можно было еще двух человек туда погрузить и на катамаран поместится аж целых десять человек. Или шкипер там будет спать, например, чтобы ему комфортно было, а не на диванчике. Поэтому выбираем стол трансформирующийся в кровать. Обязательно. Ну, по крайней мере, для нас. Есть такая опция деревянные ламели. Тимура хочу спросить. Ламели для кровати. Это вот когда под матрас ставят деревяшки, чтобы он не плесневел, чтобы там какая-то вентиляция была. Нужны эти штуки или нет? Я не стал ставить. В принципе, да, хорошо работает. Но можно поменять. В Икеа продается такой синтетический матрас. Он толщиной, мне кажется, сантиметра три. Вырезается тоже по форме кровати и отлично заменяет эту вещь. А он пористый или что там? Воздух проходит? Да, он пористый. Он получается даже такая, как сетка объемная. Он тоже создает воздушную прослойку и матрасы меньше оцеревают. Понятно. А у нас есть отзыв в Ютьюбе от нашего зрителя по поводу движков. Выведи, пожалуйста, его на экран и можете прокомментировать. А, ну вот. Говорят, что двигатели сороковки от Янмар реально хороши на Лагун 400 против Фетра легко справляются. Ну, согласен. Лагун 400 движки с сороковки все вроде сходятся. А если бы были движки тридцатки, то, наверное, бы не справлялись. А пятидесятки уже много. Ну, это же зависит от еще наличия волны, например. Ну, что средиземка, наверное, что без кай, когда дует тридцать-сорок узлов, ну, ты не пойдешь больше, чем два узла против ветра, к сожалению. Но это вот, что я мышля на тридцатки. Согласен. Какой бы ты движок ни поставил, ты все равно упрешься в реальные физические ограничения лодки и все. И там вариантов нет. Понятное дело, что на прогулку ты не пойдешь в тридцать узлов. Да. Речь идет о перегоне, например. А так, я думаю, что в реальной жизни вполне... Плюс есть еще винты разные. Кто-то балуется, ставит там разные винты. Это тоже, кстати, влияет на то, как лодка двигается. Потому что у каких-то складных винтов упор, например, меньше. И получается, что и скорость будет меньше. Они помедленнее будут против ветра идти. Янмары хорошие двигатели. Я, честно, люблю очень сильные инмары. Сейчас везде ставят Volvo Penta. Я против руками и ногами против Volvo и руками и ногами за инмары. Я люблю только инмары. Они как автомат Калашникова работают даже без масла. наливайте туда масло и все. И он будет работать, работать, работать. Я встречал двигатели... Даже вот эти современные, которые с Common Rail'ом... Да, они все равно лучше, чем Volvo идут. У них по сути-то на той же базе сделаны. И они все равно работают намного лучше. Навесное оборудование у них получше. Допустим, вот просто сравнение, элементарное сравнение. У тебя в Volvo Penta нужно масла ровно в два раза больше, чем в Янмар наливать. То есть, у тебя уже расход идет. Расход по деньгам идет больше на Volvo Penta. Плюс Volvo Penta они по сути так заточены, что ты будешь тратить на запчасти, на запчасти, на запчасти и на запчасти. А Янмар мы... И вот в нашей чартерной компании мы все Янмары снимаем с гарантии. Вообще, вот мы новую лодку получили и ни один двигатель у нас не проходил официальное техническое обслуживание. Ни один. В Volvo Penta мы до последнего тянем с гарантией. То есть мы проходим официальное техобслуживание. Вот тебе простой элементарный пример. Почему? Потому что в Volvo Penta каждый второй, третий движок начинает ломаться, а Янмар он работает, работает, работает. И ничего с ним не бывает. Особенно если у Volvo есть еще и турбина. А у нас еще есть кстати вопрос от того же зрителя. Давайте выведем его на экран. Ну раз мы про двигателя, давайте уже про движки немножко побольше поговорим. тема видимо актуальная. Ни разу не слышал про чип-тюнинг движков Янмар на Лагуне 38. Про чип-тюнинг. Ну да, потому что на 38 Лагуне стоят старенькие движки, старенькие сейлдрайвы. Там вообще ничего не будет. Там хоть ни воды, ни масла не надо. Он работать будет. И без этого. У нас стоят подаваться сними. если вы хотите увеличить объем цилиндра. не получится его расточить например и ставить другую гильзу поставить. Не, нереально. Что касается 38 Лагуна, я так понимаю, там движки стоят еще кондовые, там никакого чип-тюнинга в принципе нет. Невозможно. что такое чип-тюнинг? Увеличить количество топлива. Это когда ты перепрошиваешь ему мозги и он просто кидает больше солярки. Он быстрее накроется и все. И больше на него надо. Вы куда ехать собрались? У вас скорость 7 узлов, а вы хотите 7,5 ехать на двигателях? Ради чего непонятно. Можно в интернете почитать форумы есть иностранные. Там куча всего про лагуны 380 точно. Их больше 1000 корпусов выпустило. Уже верфь. Они до сих пор выпускаются. Если надо, можно заказать 380 без проблем. Это такой бестселлер. Он отлично ходит под парусом. Не ломается. Там нечему ломаться. Он крепенький. На нем можно кругосветки пулять. Единственное, что он только маленький. А так 1700 произведено. Тимур поправил. Чемпион среди катамаранов круизных и до сих пор производится. Их конечно в чартер не сдать, купить. Никому они не нужны. Потому что сейчас против этих сараев конкурировать на 380 очень сложно. Он такой более спортивный. В прошлом году на вторичке были Валиканта продавались одной известной чартерной компании. И 380 ушли первыми. Если кто хотел в свое личное пользование мне кажется все покупали под чартер. Там прям толпами ходили испанцы чертеристы и покупали и они 380 забрали первыми. И 400 тоже наименее убитые. Ну они наверное пожалели в этом году. Что набрали лодок так много. Сейчас мучаются. Ладно едем дальше. от темы отходим. Мы часов проговорим с вами. еще в электронике только мы еще. Значит что с электроникой берем все стандартное. У нас здесь есть пакет Garmin 1 у нас есть. Мы берем его самый минимальный. Автопилот 1 картплодер. Бывает что картплодер ставят у штурвала а бывает что картплодер ставят в салоне. Так вот если вы берете лодку с одним картплодером у дилера или у того у кого заказывает обязательно спросите где будет стоять картплодер. потому что вы можете прийти а он врезан в салоне. А вы в салоне же не управляете у вас штурвала нет. Вам нужен на посту управления. Поэтому обязательно когда один картплодер уточняйте где он стоит. У Фонтейна такое прямо на постоянке. Поэтому обязательно обязательно обязательно. Идем дальше. У нас дистанционный пульт управления автопилотом. Я его включил сюда потому что он есть и в других комплектациях и ну им иногда пользуются. вообще люблю всякие примочки штучки разные и дистанционный пульт тоже люблю. При этом я включил сюда пульт управления от якорной лебедки на посту управления. Но открою секрет. Когда лодки делают все проводочки для всего уже лежат. Поэтому можете сэкономить на пульте управления якорной лебедкой. Не заказывать 500 евро или 400 евро стоит. Лодку получили дырочку такую прорезали проводочки оттуда заранее нашли достали и обычную кнопочку тумблер бам-бам счетчик не нужен счетчик никогда не работает он всегда ломается он не информативен поэтому просто кнопка опустить поднять ягодь больше не нужно но мы здесь указали так чтобы была полноценная комплектация у всех моделей которые мы сравниваем вот вам еще один лайфхак поэтому слушайте внимательнее дальше будет еще больше лайфхаков до конца обзора если дослушаете сможете покупать лодку и без дилера шутка контент контент акустическая система я включил я музыку люблю очень сильно поэтому вы уж извините но некоторые не берут акустику мы тут недавно перегоняли катамарад организовали перегон там допустим нету музыкальной системы я когда приехал туда сам себе пел да расстроился я немножко у меня даже колонки не было пришлось с наушниками все время ходить вот как сейчас перекрываю так просят в экселе сделать масштаб помельче перекрывает зумом давайте я специально наверх туда выше поднимаю чтобы вы видели ну ладно разберетесь вы этот прайсик можете потом нам написать я кстати в описании к видео выложу этот файлик чтобы вы могли его скачать и у вас уже была готовая комплектация чтобы вы не думали чтобы вы ее сразу пуляли в дилера и говорили вот мне такой катамарат нужен хочу то есть ну даже думать не надо итак дальше едем с музыкой разобрались бытовые электронные электроприборы да значит здесь всегда есть опция у всех производителей либо дополнительный холодильник либо дополнительный морозильник всегда берем в принципе морозильник потому что если идете там на недельку на две мясо накупили в морозилку закидали и бам если очень-очень жарко то в морозилку часто кидается и так чтобы по-быстрому охладить как-то даже вот за месяц жития и перегона катамарана как-то морозилку я оценила ну вернее мои матрасы оценили и и холодильник в кокпите морозилку всегда можно как холодильник использовать можно вопрос времени да да поэтому берите всегда морозилку дополнительную нельзя взять одно и другое вместе у всех производителей только что-то одно но это на маленьких лодках я минул холодильник в кокпите тоже берите опять же пивас и шампанс охлаждаются быстрее а холодильник в кокпите чтобы далеко не бегать потому что там между ними где-то сантиметров тридцать между одним холодильником и другим тот что в кокпите и тот что это лишний шаг полметра это нужно встать и сделать шаг а так вы сидите в кокпите руку протянули пиво из холодильника достали и все и не надо в салон заходить в общем сплошные плюсы поэтому берите обязательно холодильник в кокпите я тоже всегда его включаю это реально улучшает жизнь электрические туалеты слушайте я сейчас уберу эту опцию потому что на всех остальных на катамаранах которых мы сравнивали там у меня не было электрических туалетов но но сейчас производители идут на определенные ухищрения связанные с туалетами они ставят маленькие туалеты под маленькие маленькие жопы извиняюсь здесь комментарии малого диаметра да здесь комментариев особых не придумаешь заменить туалет стоит тысячи полторы один да Леха полторы с маленького на большой но если брать стандартную ядку но со всеми с работами с оборудованием где-то в полторах вылезет ну а если как мы то дешевле да но при этом при этом если у тебя 4 туалета да то вот ты умножай полторы на 4 и получишь целых 6 тысяч евро за апгрейд туалета поэтому когда покупаете лодку прямо вот обязаны спросить дилера какого размера стоят туалеты это очень важно потому что если вы придете на лодку и увидите это чудо я когда первый раз увидел я думал это прикол какой-то он такой маленький но но не настолько ну но он реально маленький ну туда же голова не влезает но он маленький я не знаю с какой целью ты заходил в туалет в таком случае должен быть нормальный туалет раковины прямоугольные пользуются для головы можно шутить можно тут сколько угодно шутить но это честно важно и когда вы лодку купите вы прям сильно расстроитесь ну я маленький блин но когда вот вот с такой вот извиняюсь даже у меня вот в экран не влезает вот с такой вот жопой перейдете на лодку не влезет и так будьте коррекциям разобрались да спасибо Екатерина мне надо поправлять вентиляторы если вы не берете если вы не берете кондиционер обязательно загажите вентиляторы они очень 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 сильно нужны в салоне и в каютах включаете и вентиляция воздух воздух гоняется а то жарко очень летом дополнительная аккумуляторная батарея я всегда беру дополнительная аккумуляторная батарея Тимур что думаешь да я согласен сейчас ставят электролебедки кнопку нажали электроника вся просела особенно если зарядка погасла погасла и перезагружается автопилота включается поэтому ставьте дополнительные баночки обычно ставят два дополнительных аккумулятора ну это вот так более-менее хватает если солнечные панели еще купите то в общем-то будет хватать тем более что здесь мы имеем по цене этого дополнительного аккумулятора все-таки там дополнительные провода установку да хозяйство да она не дешевая батарея не дешевая но если за ними следить правильно то они долго вам прослужат декоративное освещение всякие подсветки опреснители мы не берем опреснители можно заказать сейчас опреснители много кто торгует вам установят поставят проблем нету сэкономите там тысячи три-четыре евро при желании если еще сами будете ставить еще больше сэкономите я поставил хук для грота если не ошибаюсь это для того чтобы квадратный грот можно было нормально опускать чтобы он не как бы вот ну чтобы нормально стоял помнишь мы когда ходили была такая штука в общем это автоматическая система если я не ошибаюсь когда вам не нужно руками цеплять квадратный грот и оцеплять когда вы парус убрали оцепить его чтобы он в лэйзи бэк нормально лег а потом когда ставите его нужно прицепить чтобы он стоял вот так вот правильно у вас наверху квадратный грот а хук для грота если я не ошибаюсь надо спросить у Антона это для того чтобы когда вы ставите поднимаете парус вам этим не заморачивайтесь там такая веревочка идет она сама натягивается и у вас грот вот так наверху встает Когда вы его поднимете полностью Поправьте меня потом в комментариях Или сейчас я могу ошибаться В этом плане И допульт управления брашпилем На пост управления со счетчиком цепи Я здесь поставил 557 евро В реальности выкидываете его Покупаете кнопочку В хозяйственном, чуть ли не в хозяйственном В яхтенном магазине в любом за 15 евро Ставите и вот вам экономия На огромное количество денег Антиосмосовое и антиобрастающее покрытие Поставили То есть мы сейчас считаем комплектацию Чтобы лодка стояла на воде Без спасательного оборудования Без страховки, без регистрации Но со всем остальным Поставили, дальше идем Здесь идет надувная лодка Мы не стали ставить надувную лодку Вы уж сами купите Тут она космических денег стоит Сейчас этих надувных лодок продается везде тьма 3.15 это максимальная лодка Которую можно поставить на люсе 40 Ну я имею в виду для того, чтобы комфортно можно было поднимать и опускать эту лодку Мы кстати в конце видео Но при этом, да, мы запоминаем, что вот эта вот длина 3.15 и соответственно когда будем покупать где-то на стороне тендер Мы вот на этот размер ориентируемся Потому что я встречал несколько раз катамараны Куда ставили тендер большего размера Еще и с дополнительным движком И потом его очень накладно Поднимать, подводить вообще под шлюпбалки И поднимать и опускать Потому что он все время будет опираться Да, безусловно И лодка или движком бьется Да, вы понимаете, что если вы пользуетесь лодкой То вы ее пользуетесь Вы ее там постоянно опускаете, поднимаете Вы же не на воде ее не храните Потому что ну там волны, все дела Переходы, ночь Надо поднимать ее И вот это вот постоянное опускание, поднимание Чем у вас легче лодкой, чем легче двигатель Там тем вам проще с этим управляться Мы на всей лодке заказываем 2,5 лошадиных сил И двигатель подвесной И тоже там нет Охлаждение воздушное Проблем с ними никаких нет Но если вы закажете себе прям здоровенный Такой тяжелый тендер Ну так вы его даже системой талии не поднимите Да, с двигателем, с подвесным двигателем Допустим 20 лошадиных сил 20 лошадиных сил очень тяжело поднять Очень, одному можно, но тяжело Если больше, все Поднять саму нереально Поэтому не надо думать о том Что вы будете каждый день за собой Водного лыжника таскать На 20 лошадиных силах Вы его не утащите все равно Поэтому берите там 5 Здесь стоит 15 лошадей Это перебор Ну камон, ну куда эти 15 Вы же не будете там 10 километров ехать на этом движке Обычно маленькие расстояния преодолеваются Да и денег он стоит космических Короче, маленькую лодку до 3 метров лучше Чтобы она, когда шаталась, не била ничего И движок до 5 лошадиных сил Это наш совет Якорь цепь обязательно 20 килограмм Но когда цепь вам привезут Я думаю, вам ее надо будет нарастить все равно Или удлинить веревкой Чтобы можно было стоять на нормальной глубине Они там метров 60-80 стандартно идут Ну лучше увеличить Правильно, да, Тимур? Лучше с дилером сразу оговаривать цепи увеличенной длины А не сращивать Ну, да, естественно Лучше все делать заранее Но у нас же, как у всех моряков Мы ведь обычно это все в последний момент И потом переделываем Доработать на вымоте Да, да, да А сборка и спуск на воду судна в порту Ля-Рошель Это мастхев на всех лодках Обязательно заказывайте спуск у специализированных компаний Здесь тоже делают специализированное Это не верев делает Они лодку у верфи принимают Они ее смотрят Если есть какие-то баги Они их с верфи быстро устраняют У них там куча оборудования На все случаи жизни Если что-то пойдет не так Они быстро все сделают На сборку лодки у них уходит дня 3-4 И они там в автоматическом режиме Это все уже делают Были такие дилеры Я помню, что они сами собирали лодки после верфи Не будем называть их Они такие же лысые Такие же симпатичные, как я Но, короче, они потом все прокляли Скальнее, мы никогда в жизни больше этим не будем заниматься Поэтому спуск на воду Это всегда обязательно И от этого никуда не денешься Экспортные документы Если вы лодку берете не в Евросоюз А экспортируете, регистрируете Под флаг не евросоюзовский Тогда экспортные документы оформляются Если под флаг Евросоюза Там другие документы Ну, про регистрацию мы чуть позже поговорим Хотя, в принципе, можем Если успеем Да не, ну, смотри Мы можем здесь вот сейчас взять, написать Да, я вот здесь вот Вот здесь вот напишу Регистрация такой лодки Она до 12 метров идет Допустим, под черногорский флаг Она будет стоить 950 евро Сейчас мы шрифт включим Чтобы это видно было Вот так Она стоит 950 евро А страховка будет стоить Лодка 376 тысяч стоит Ну, страховка будет стоить Пускай будет там 3000 евро Полная каска Ну, примерно так И спасалка у вас Спасалка сколько стоит Плод Ну, там вам Если вы дилера спросите Он, конечно, вам большую сумму назовет Но я извиняюсь сразу перед дилерами Это не для вас обзор Это для тех клиентов Кто лодки хочет купить На спасалку мы потратим Давайте 2000 евро Больше вы не потратите Плод 1500 И вряд ли вы там Еще огнетушители наберете На 500 евро Многие забывают Огнетушители Эти как их Фальшвейдж Жилеты автоматические Вот На самом деле Нет, там может быть Большая разбежка Если мы берем Не знаю Океанский плод Какие-нибудь Жилеты большие Давай 2500 Я напишу Давай Чтобы Вот Средняя Наверное Цена И больше Нужно Плоды Тоже разные Бывают И разных денег Стоит на разное Количество Человек Так Сразу Пометим Это у нас Регистрация Это у нас Страховка Это у нас Спасалка А что еще Идет Вы приехали на лодку Вам нужны Кастрюльки Поварешки Постельное Белишко По моему Опыту Это Плюс Минус Я думаю До полутора Тысяч Ну не больше Я потратила В Ларошеле В ноябре В районе 1100 1100 Ну если вы Да еще Любитель всяких Там Но это была Полностью оборудована Особенности Полторы Вещами Гигиеническими Постельным бельем Мусорными ведрами В каждом туалете И так далее Да Перегон Вам лодку Надо перегнать Даже если вы Сами гоните И приезжаете Принимать лодку И сами гоните У вас все равно Уйдут определенные деньги Так вот У вас минимум Я думаю Уйдет там Тысяча четыре с половиной евро Если вы Гоните лодку В Черногорию Допустим Ну куда-нибудь туда В Хорватию В сторону Турции Если от наемный экипаж Где-то такую лодку Тысяча семь Шесть с половиной Ну смотря как договоритесь Я думаю Такая средняя цена Будет Да Тимур Я прав? Да Где-то в районе Того Маленькой лодки До восьми Да Ну давайте Напишем здесь Перегончик Пусть будет Семь тысяч евро Со всякими Форс-мажорами Со всеми Но это не включается Я так понимаю Топливо И стоянки Не Не Включаю 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 Тогда могут быть нюансы Нюансы всегда могут В общем Лодка уже в Черногории Застрахованная с флагом Стоит Триста девяносто Одну тысячу евро Да Вот у нас здесь видно Наверху Вот она Триста девяносто Одно Мы это не включаем Потому что мы будем Сравнивать другие лодки И Говорим что Лодка стоит У нас Без Вот этих Вот регистрации Страхового Спасательного оборудования Вытовой утвари И перегона Кстати я сюда не включил Тендер И подвесник Подвесник стоит Хонда Две с половиной Лошадиных сил Стоит где-то Девятьсот пятьдесят евро Если со скидкой Найти Так как вы лодку Заранее покупаете То в любом случае Найдете Да Леха правильно Тысячу сто уже Тысячу сто уже Свежие цены Черногорской Инфляция И Динге Будет стоить Ну сколько Тоже восемьсот Да Девятьсот Я думаю не меньше Чем тысяча Да Мы знаем Украинского Производителя Сил Он за семьсот Пятьсот Где-то там А это еще скажем В Турции Ни в одном магазине Я не видела Тузика Дешевле чем тысяча Возможно там Я бы все-таки Закладывал Слушайте друзья Если у нас катамаран То туда стыдно Не поставить Тендер с жестким дном Ага Согласен Все-таки Спрофилированным И я бы заложил Две с половиной Так и да Вот Две с половиной Надо заложить На лодку Или на все Вместе На лодку На тузик На тузик Ну Хороший алюминиевый Аполлоновый Трехметровый Трехметровый С алюминием Да Две с половиной Да Понял Понял Ну вот Но мы и не будем считать Эта лодка В общем-то У нас Которая дошла До Которая дошла Из Ля Рошеля Вот так вот Вы сейчас видите Как эти лодки Перегоняются Вот они вышли Там из сабли Дайлона Если это лагун Или Ля Рошель Допустим Если Фонтейн Пежо И через Гибралтар Идут в сторону Черногории Так вот Здесь В Ля Рошеля Лодка будет стоить Наверху Она будет стоить 3 700 А в Черногории В Хорватии И в Хорватии Она уже будет 395 тысяч Стоит Поэтому Ну мы берем Сейчас Стоимость лодки Когда она стоит В Ля Рошеля Итак У нас В Ля Рошеля Она будет стоить Сейчас мы скажем 376 тысяч Евро Она будет стоить Итак Мы состояли комплектацию У Люсии 40 Ничего добавить Тимур Или надо Что-нибудь Еще Оббахнуть Для начала Этого Вполне Достаточно Да Все остальное Это уже На ваше усмотрение И все остальное Вы можете Восстановить Уже даже потом Когда лодка У вас будет Там места На катамаранах Много Туда можно Пихать 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 И пихать Все что хотите Ну конечно В разумных пределах А потом Со всем этим Мы постараемся Взлететь Да Итак Но У нас же обзор Люси И давайте сравним Сейчас очень интересно Будет Давайте сравним Я тут подготовил Информацию О том Сколько стоят Лодки Других производителей Я специально Состоял такую же Комплектацию Плюс-минус Где-то она лучше Где-то она меньше Но я думаю Процентов 5 Гуляет туда-сюда Цены Ну точно Где-то процентов 5 Итак Вы видите На экране Лагун 40 400 или 40 40 Сейчас 40 Да Извиняюсь 40 Лагун Он Лидер по цене Вот если вы увидите Да У него И Базовая комплектация Всех дешевле И Цена на воде Лиса Бли-де-Алоль Всех дешевле Лагун реально Он Топовый Производитель Они делают Больше всех лодок Это группа Компании Биниту Но на них Очередь Километровая Поэтому Люди не ждут Два года Они идут По остальным Производителям Которые здесь Тоже Представлены У Лагуна Длина 11,97 Рядом С Люсей Рядом С Маутитек Рядом С Эксесс Ширина 7,25 Это Самый Широкий Катамаран Лагун 40 Я надеюсь Я не ошибся Когда составлял Вот эту Всю Вещь Но Это Самый Широкий Это Значит Что У него Комфорта Чуть 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 Побольше И Разница Между Люсей 40 И Практически Всеми Остальными Катамаранами Это В Люсе 40 Нет Шкиперской Каюты В Астрии Тоже Нет В Носовых Шкиперских Кают Полноценных Нет В Лагуне 40 В Наутитеке В Бали И В Аксессе Есть Шкиперские Каюты В Такие Лодки Их Умудрились Поместить При этом Не Сильно Проиграв В Комфорте Остальных Помещений И Для Чартерной Капании Люся Конечно Сразу Автоматически Проигрывает Потому Что Там Нет Шкиперских Кают А Шкиперу Каюта Нужна А Так Как Это Катамаран То Там Две Шкиперских Каюты И Получается Что Вы На 40 Лодку Можете Посадить 12 Человек Ну Если Вы Сан Шкипер Да 12 Человек Можно Загрузить В Люся Только 10 Остальные Два Некуда Будет Положить Можно В Тендер Покласть Покласть Можно В Тендер Пусть Там Спят На Сетку Очень Хорошо Там Люди Выветриваются Эффективно Там Места Занимаются В первую Очередь Из Числа Знающих Хотя Ты Все Секреты Взяла И Рассказала После Просмотра Этого Виде Все Будут Спать Только На Сетке Каюты Пустые Останутся После Этого Виде Теперь Представим Себе Удивление Человека Который Приехал В Ля Рошель На Перегон И Первым Побежал Занимать Место На Сетке В Декабре Мы Приехали Было Плюс Три В Ля Рошель Поэтому Место На Сетке Было Всегда Это Зависит От Акватории Итак Лагун 40 Чемпион По Цене Определились Люся Ему Конечно В этом Плане Немножко Проигрывать Но По ценам Не забывайте Что Цена Это Такая Вещь Многие Клиенты Частные Клиенты Которые Покупают Лодки Они Максимум Что делают Это Между разными Дилерами Разных Стран Ходят И Договариваться На какие Это Более Хорошие Условия Но Не думают Что Будет Дальше Потом Есть Много Разных Форматов Покупки Лодок Где Можно Сэкономить Где Можно Проиграть Поэтому Не всегда Правильно Обращаться К дилерам Напрямую Но Все равно Покупка Происходит Через Дилера Можно Воспользоваться Услугами Профессионалов Таких Как Тимур Литвиненко Вот Он Сейчас На экране Тимур Привет Спасибо И Он Вам Поможет Составить Правильную Комплектацию Выбить Получше Либо В чартерную Компанию Если Заранее Предполагается Такой Двойного Использования Да Тогда Цена Будет Другая Она Не будет Прям В два Раза Меньше Но Реально Будет Приятные Бонусы И Приятная Скидка Поэтому Кроме Можно Закрыть Сразу Очень Много Вопросов Да Кроме Дилера Есть Еще Вариант И Не Забывайте Что Лодку После Того Как Вы Купили Дилер Свою Работу Сделал Ее Вам Обслуживать И Купив Лодку Думайте О том Где Вы Ее Будете Эксплуатировать Начнется Самое Интересное Да И Лучше Договариваться Всегда С теми Людьми Которые Находятся В том Районе Где Вы Планируете Эксплуатировать Яхту Ну Вот В идеале Чтобы С ними Можно Было Контактировать Напрямую И Они Могли Оперативно Решать Какие Вопросы И Ничего Страшного Если Это Посредник У нас Русскоязычные Клиенты Боятся Очень Посредников Всегда Хотят Купить Напрямую И Подешевле Иногда Даже У завода Напрямую Умудряются Покупать Но Потом По моему Сейчас Это Все Закрылось Некоторые Еще Позволяют Версии Так Делать Но Потом Когда Возникает Вопрос Эксплуатации Тогда Они Конечно Получают Поэтому Договаривайтесь С нами Мы Своих Людей Найдем Везде Ну Не Только С нами Да В общем Есть же У кого Спросить Не бойтесь Спрашивать Идти К дилеру Это Самый Простой И Не Всегда Самый Выгодный Вариант Но В любом Случай Даже Чартерная Компания Или Тимур Например Они Все Покупают Через Дилеров Но Это От Них Никуда Не Уйти Но Они Сделают Так Что Вы Сможете Оборудованию Реально Можно Держись Сэкономить И В общем Подумайте Сначала Думайте И побольше Спрашивайте Поменьше 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 Думайте Что Вы Умнее Всех И так Погнали Дальше Никого Не хочу Обить Но Утитек Сороковой Делает Бавария Сейчас У нас Эти Лодки Купила Этот Бренд Бавария Он Стоит 380 Тысяч У Них Я Не знаю Вот Кому То Нравятся Наутитеки Я Честно Говоря На них Особо Не ходил Я На выставках Видел В других Чартерных Компаниях Видел Сам Лично Не ходил Я Не знаю Хороши Эти Лодки Или Нет Длина У него Такая Же Примерно Как У Лагуна Сорокового Он Чуть Побольше Люси Ширина У него Тоже Чуть Побольше Люси И Сам Парус И Все Вооружение То Он Чуть Получше В Комплектации Но Там Другую Не Выбрать Просто Опцию Чтобы Он Со Остальными Совпал Ну В общем Не знаю Наутитек Имеет Право На Жизнь У Баварии Были Проблемы В этой Верфи И Тут Сам Клиент Должен Решать Что Ему Покупать Бай Он Своеобразен В интерьере Я могу Сказать И Это Пежо На рынке Сороковых Катамаранов Почему ты Штампы Ставишь Это Некорректно Каждый Выбирает Свою Лодку Свою Машину Это Мое Субъективное Мнение По Наутитеч Основные Отличия Это То Что Посты Управления В Корме На Поплавках И Там Оттуда Лучше Виден Борт Но При этом Хуже Обзорность Обзорность Мне кажется Из кокпита Это вообще Никакая Я вот Была в Каннах На Наутитеке Специально Ходила Смотреть Мне не понравился Очень закрытый Кокпит То есть Если жарко И нет ветра То по большому счету Никакой протяжки Воздуха У тебя Там Быть Не может Но При этом В плане Интерьера Мне Все Очень Понравилось Как там Организовано Внутреннее Пространство Мне Понравилось Ну Под парусами На воде Не была Ничего Не могу Сказать Я Специально Суда Включил Бали С Наутитеком Разобрались Это Бавария Все с ним Понятно Бали 4.1 Он Больше Но Это Минимальный Размер У Верфи Бали Они Его Назвали 4.1 Чтобы Он Влез Вот В эту Линейку Самых Маленьких Лодок Других Верфей Может Быть Маркетинговый Ход Такой Стоит Он Дороже Как Видите Но Он Реально И По Размерам Больше Размерной Линейки То есть По номерам Да Там 40 40 41 12 40 Но Он Больше И Тем Самым Конечно Когда Вы На Выставку Приходите Он Прям Ну Он Разительно Отличается Но Он Дороже И Тут Иногда У Людей Происходит Немного Недопонимания Они Не Не Сравнивают Что Он 13 Метров А Не 12 Метров А Метров Очень Много Дает Бали Хорош Для Чартера Для Отдыха Для Комфорта Идеален Вот Единственное Что Он Только Дороже И Еще Вот Эта Дверь Большая Опускающаяся Сзади Я На Бали Не Ходил Люди Хвалят Говорят Проблем С Ней Нет И У Них Салон И Кокпит Это Прям Одно Единое Целое Пространство Получается Ну В Клиентам Многим Нравится И Бали В Чартере Достаточно Популярный Сейчас XS 12 Это Новый Бренд От Группы Компаний Бениту XS Это Реинкарнация Лагуна Для тех Кто Хочет Не Просто Отдыхать А Еще И Под Парусом Походить Поэтому У него Тоже Посты Управления Находятся С Кормы Тоже Есть Проблемы С Обзорностью Но Он Типа Ходит Под Парусом Стоит 370 тысяч Он Дороже Чем Лагун 40 Потому Что Там Опция Чуть Побольше Идет Он Такой Более Навороченный В плане Интерьера Отделочка У него Идет Получше У него Немного У него Опущены Пайола В салоне И В каютах И Получается Что Пространство Кажется Больше Плюс Он Пошире Немножко Мне Отделка Очень Внутри Понравилась Да Посмотрим Как Этот Бренд За эксцессами Кстати можете К нам Даже Приходить Мы вам Продадим Если кому То надо Поэтому Обращайтесь Но мы Сейчас Говорим О Люси Кстати за Люси Тоже к нам И к Тимуру И за Лагуном Тоже можете К нам Но Бали Наутитек К сожалению Этими Мы не торгуем Или к счастью Посмотрим Стоит 370 Итак Мы видим Что Люся 377 тысяч Она Чуть дороже Эксесса Чуть дешевле Наутитека Сильно дороже Лагуна И Сильно дешевле Бали 4.1 В общем то Все производители Держатся Примерно В одинаковой Ценовой категории Если мы говорим О наутитеке Эксесси И Люси Лагун Конечно Никто не переплюнет В плане цены Скидок Там тоже Особых Вы не от дилеров Не получите Ни от кого Куда бы вы не обращались Потому что Это самый топовый бренд Самый продаваемый Бренд Катамаранов И он пока Лидерство удерживает Если вы его купите Вам легче Будет продать В принципе И Люся И Фонтейн Пежо Сейчас Продаются Тоже очень хорошо Мне чем нравится Фонтейн Нравится дизайном Мне кажется Они на рынке Сейчас лидируют В плане Интерьерных И дизайнерских Экстерьерных Решений Тимур Как думаешь Да С недавних пор Ну как Мне кажется Уже лет 7 Фонтейн работает С Оливьера Купо Мы с ним Встречались Несколько раз На выставке Он один из таких Молодых Дизайнеров Конструкторов С незамыленным Взглядом И на самом деле Очень качественно Он там Прорабатывает У него сейчас И из-под его Карандаша Вышли все Последние Фонтены И он работает Еще С Амелью С Алюрес И с другими Верфями Работает Да Он и большие Лодки На заказ Рисует И в общем-то Ну там понятно Что не только Он рисует У него там Большое Конструкторское Бюро Но У них есть Очень много Хороших Свежих Идей Таких Правильных Так Мы В принципе Мы сейчас Что сделаем Мы Обсудили Ценники Это кстати Все французские Практические Катамараны На Утиты Где строится Ну Бали Так А это Французская Верфь Но они По-моему 4.1 Производят На своей Верфи В Тунисе Если я не ошибаюсь Могу ошибаться А Верфи Все Французские Да То есть Французы Чемпионы По производству Катамаранов И больше Лучше Них Особо Никто И не делает Катамаранов Ну Вот Мы сюда В обзор Не включили Этот Леопард Но По-моему У них Такого размера И нет Ничего Ну Леопард Мы Мы говорим О круизных Катамаранах Катамаранах В таком Размере Леопард Он Более Все-таки Такой Спортивнее Дороже И Более Навороченный Здесь Я Выбрал Такие Топовые Чартерные Каты Сороковые Да больше Наверное И нету И так Сходу Не назовешь Я сегодня Когда готовился К эфиру Я думал Может есть Еще какие-то Катамараны Я не особо Знаю Есть Конечно Дефур Пытался Выскочить На этот Рынок Но По-моему Они Прощелкали Да Ну Есть Парочка В чартере Не забывайте Что Фонтейн Пежо Купил Дефур Это многое Объясняет Да Поэтому Почему Дефур Не выскочил С катамаранами Это всем Понятно Потому что Есть Фонтейн Пежо Не нужно Там Еще Каких-то Катамаранов Может быть Они Сделают Нам Под брендом Дефур Какие-нибудь Катамараны И вроде Даже Есть Какой-то Катамаран Я не помню Если мне память Не изменяет Да 48 В Хорватии В Хорватии Он точно есть Потому что У меня Клиенты Его Арендовали На лето Это лето Это лето У всех Пройдет На диванах Поэтому Мы обзор Лодок Делаем Вот так Сейчас Кстати У нас Аватар Мы забыли Про аватар Он у нас Находится В Черногории На катамаране Люсия 40 Вы можете Задавать Любые вопросы Он прямо Пойдет И посмотрит То есть Если Мы в чем-то Ошибаемся Или Есть какой-то Спорный Момент Вы можете Прямо сейчас В комментариях Писать Что нужно Этому аватару Сделать И он Пойдет И все Сделает Сейчас Моего лицо Даже Покажем Вот он Так Выглядит Это Михаил Михаила Микрофон Выключен Надо Ему Включить В общем Мы его Можем Отправлять Отправлять Куда угодно Да Михаил Да В рамках Катамарана В рамках Катамарана В рамках Катамарана Желательно Да Что уже Будет Спецусловие Он Посмотрит Все Покажет И расскажет Где Что Если Мы Попросим Уточнить Итак Ладно Мы Разобрались С комплектацией Мы Разобрались С тем Сколько Стоят Другие Бренды Поняли Что Люся Вписывается В эту Ценовую Линейку Если Лагун Недоступен То Берем Люсю И Переходим На лодку В общем Лодку Мы купили Денег Потратили И Прилетели В Ля Рошель В Ля Рошель Мы Попали На Люсю 40 Ну Что Здесь Можно Сказать Сейчас Вот Подальше Видео Немножко Будет Давайте Мы Посмотрим Видео И Я Буду Останавливать Вот Сразу Ж Остановимся Хотя На лодку Заходят И Это Снаружи Происходит Но Тут Мы Оказались В Носовой Каюте Я Когда-то Мерил Расстояние Между Матрасом И Подволоком По Обой От Кровати На Люсе 40 Если Я Не Ошибаюсь Это Расстояние 1 метр И 11 Сантиметров То есть Не такое Большое Как В Кормовых Так И В Носовых Каютах Если Вы Большие Люди И Большие Высокие То Это Будет Действительно Не Очень Удобно Потому Что Сесть Даже На Кровать Вы Скорее Всего Не Сможете Головой Уприть В Подволок Здесь Вот Мальчик Показан На Этом Видео Он Такой Маленький Французский Мальчик Он Вмещается В Носовую Каюту Да Но Каюта Она Сужается Практически У всех Катамаранов Она Сужается Только XS Сейчас Начал Делать Полноценные Носовые Каюты Скорее Всего Этот Тренд Заденет И Другие Бренды Но На Всех Катамаранах Носовая Каюта Идет На Сужение Поэтому Туда Влезает Крупный И Большой Человек Одна Штука Если Вы Маленький То Две Штуки И Желательно Размещаться Так Чтобы В носу Не Сталкиваться Головами Или Ногами То Двигаться Ближе К Центральной Часть Лодки Ну Сказать Что Эта Каюта Была Неудобная Я Не Двухметровая Я Мелкая И Как Капитан Выбрала То Что Будет Мне Удобно И Удобно Всем Остальным Которые Со Мной Шли Тимур Ты Как Дискомфорт Чувствуешь На Совых Каютах Да Нет Но Меня Почему То В основном В Кормовые Отправляют Ну Я Сама Выбор Справедливости Ради Я Сам Себя Отправляю Час Всего Так Сейчас Мы Вот Она Это В комплектацию Входит Девушка В комплект Не Входит Только Купальник Это Онорская Версия Вот Посмотрите Куча Места В сороковой Люсе То есть Там Вполне Себе Нормальный Человек Помещается Но Опять же Повторю Что Высота Высота От Павел До Подволока Там Где Стоит Человек Два Метра Два Если Вы носите Большие Шляпы Или Выше Чем Два Метра То Вам Будет Некомфортно В сороковой Люсе Это Вот Кормовая Каюта В Волнарской Версии В принципе По-моему И даже В четырех Каютной Версии Она Идет Примерно Такая Кровать Кровать Чуть Поменьше Там Из-за Шкаф Четырех Каютной Немножко Как-то По-моему Иначе Да Но Мы Можем Я думаю Что Показать Ну Собственно Да Вот Они Вполне Себе Такая Я Уже И забыла Да На Планировке Так же Нарисовано Вот Это Наша Люся Застелена Еще Во Франции Сфотографирована Которую Мы Купили В В прошлом году Вот Так У нее Выглядит Кормовая Каюта Ну В принципе Она Большая На Михаилу Можем Попросить Честно Посмотреть Сравнить Да Михаил Я Весь Во Внимании Ты Можешь Нам Показать Покажи Нам Кромовую Дальше Не Ходи Вот Так Держи Да Вот Так Выглядит Кормовая Каюта На Сороковой Люся Там Внизу Под кроватью Есть шкафчик И Его можно Открыть Куча места Для хранения Разных Вещей Там у нас Подушки Подушки Одеяло Подушки Одеяло Да Но вообще Ящик Достаточно Объемный И Носовых В том числе Ну вот Назад Миша Отойди Покажи Какая хорошая Освещенность В Кормовой Каюте Везде Иллюминатор Еще наверху Сверху То есть В принципе Человека Клаустрофобия Там мучить Иллюминатор Такой Красивый Это туалет Вот остановись На туалете Пожалуйста Это Кормовой Туалет Отдельный Туалет Для Кормовой Каюты И тут Маленький Туалет То о чем Мы говорили Если туда Зайти То места Там не очень Много Но в принципе Когда качка Стоять удобно Зато У вас Туда сюда Не бабахает В интернете Есть куча Видео Про Люсю 40 Вы можете По ним Там побродить Посмотреть Спасибо Миш Большое Да Вот так Выглядит Туалет На фотографии У нас Ну Душ Душ Вынимается Леечка Отсюда И человек Поливается Без Каких Либо Проблем Там Вот Лючок Виден Был У туалета Это Баки 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 Туалетные Они по 80 литров Идут И у нас Установлены Ручные Туалеты Мы на недорогих Лодках Предпочитаем Ставить их Они не ломаются Потому что Электричка Коржки стандартные? Нет Маленькие Маленькие Горшочки Не знаю Хотим Хотим поменять Вроде даже Мы привезли Какие-то туалеты Но посмотрим Куда они пойдут Чартерные компании Все всегда так Вроде планируешь А потом Что-то Передумал И поставил По-другому Но это Алексей решит У меня никто Не жаловался По поводу туалетов У Кати Попробуй Пожалуйста Сразу же Получишь И так Дополнительную вахту Да Будешь Туалет играть Практику Рулежки Без Естественного Освещения В кормовой Каюте Дверь В туалет Она как-то Местами Неудобно Неудачно Закрывается Что-то не продумано И получается Наличник Он царапается И нету В некоторых туалетах Нет фиксатора двери В открытом состоянии В носовой каюте В носовой каюте Нет фиксатора Приходилось Тапочек Подставлять Чтобы Ну это уже Про каютную дверь Речь идет Я говорю про туалетную Ну хотя да В носовой каюте Дверь в каюту Не фиксируется У меня всегда Производителем Был вопрос По поводу дверей В такие маленькие туалеты Зачем они их делают Открывающимися Вовнутрь Они у Черногор А ты впал туда И застрял Они у черногорских Дизайнеров учатся Потому что в Черногории Везде двери открываются Вовнутрь Даже если у вас Огромное помещение Это просто ужасно Ну вот как туда Там надо зайти Попытаться как-то Развернуться Надо вот Не знаю Там лужом Чтобы закрыть Дверь за собой Ну а как дверь у тебя Открывается наружу У тебя качка Ты там скачешь Держишься только За ручку двери Вот так Я допустим Про те же моноколи Все то же самое Открыл Зашел Внутрь Чтобы люди Туда Подвое Не заходили Так туда И одному Проблематически Если двое Зайдет Дверь не закроется Делайте что хотите Все да Я могу Включиться дальше Смотрите Мы Как-то быстро Переместились Во внутреннее Помещение А не начали Обзор Лодки С палубы Ну ладно Раз пошло не так Вот здесь на видео Тоже показывается Туалет В носовой каюте Он такой же Как в кормах Тут рассказывать нечего Зеркало Туалет Раковина И вот там Кормовая каюта Миша ее так же Показал Это видео С ютуба Обзора Какого-то Комсомарана Люси сороковой Я имею ввиду В Новой Зеландии В общем-то Вот Все у всех То же самое И не особо Не особо Год от года Эту модель Усовершенствует Ее как Начали производить Так примерно Такую производить С небольшими Доработками Какими-то И все Но вот здесь Видно туалет Другой стоит Здесь электрический Туалет И там сбоку Есть кнопочки Нажали И расстояние Как раз Между дверью И ним Хорошо видно Да-да-да И здесь как раз Видно расстояние А с другой стороны В Носовой каюте В силу того В силу того Что она меньше На стене Зеркало Для того Чтобы свет Отражался И освещенность Была Достаточной Вот что Мне понравилось Например Лежишь И смотришь На себя Сам Ну не знаю Я обычно Между вахтами Там спала Но в плане Света Зеркало Очень прекрасно При этом Очень удобны Полочки Да-да-да Вполне Так Ну ладно В принципе Там мы с каютами Разобрались Там ничего Особенного Нету Сейчас вот Человек Идет в правый Поплавок И здесь Оунорская версия Журнальный столик Большая кровать Я честно Не понимаю Зачем нужны Оунорские версии Внутри люди Не проводят Много времени В принципе Вся жизнедеятельность Происходит В салоне И в кокпите То есть Наверху Дайте У меня есть Знакомые Которые живут На лодке И проводят Много времени Именно внутри И это была Одна из причин Покупать Вообще Центр кокпит Ну У всех людей Ну как бы Есть свои предпочтения Свои предпочтения Да Свои какие-то Я говорю О большинстве О масс-маркете Конечно же О чартерных О чартерных Историях Да Когда внутри Люди только Спят И потом Глаза открывают И не помнят Как даже Поднимаются наверх Потому что Сергей Вот здесь Если мы Отмотаем Этот обзор Чуть-чуть назад Там Когда была Проводка По салону Там было Видно Что Есть и морозильник И холодильник Это по-моему Апгрейд Какой-то Да Может быть Может быть Ну сейчас Мы У нас Еще будет Видео Дальше Я думаю Ручки Ручки Новую Новую лодку Когда приезжаем В Ля-Рошель Она Без Подвесного Двигателя Без Тузика Вот В таком Виде Она у нас Находится Слева И справа Два входа Справа Обычно Трап Для купания Есть В комплектациях Возможность Поставить Второй Трапик Для купания Но Это Извращение Его Туда Ставить Не надо Он Будет Мешать Хайдить Те Кто Купаются Спокойно И по Одному Трапу Поднимаются Над моей Головой Видно Место Где Подключается Электрический Кавель Ну В принципе И все Две Шлюп Балки И Видно Стоят Две Дополнительных Уточки Они Как раз Вот здесь На Трансе На Корме Стоят Защиты Защиты На Трансах Нет Ставится Еще Иногда На Трансе Защита Чтобы Вы Могли Швартоваться И Прижиматься К Причалу Прямо Я Других Компаний Прямо Без Кранцев Без Всего Без Якорей Упираются В Причал Привязываю Два Швартовых И Все И Уходят Работники Есть Быки По крайней мере У Дрима Быки Есть Я Просто Видел Как Они Швартуются В Субботу Они Даже Не Парятся И Нет Муринга Нет Якоря Не Заводят Ничего Они Прямо Упираются В Причал Отступление Там Можно Мы Кстати Уже Полтора Чита Вещаем Когда Мы Поднялись На Палубу У Нас В Носу Есть Два Таких Три Таких Матрасика Удобных На Которых Можно Лежать Это Опция Катамаран Может Ити Без Них Здесь Видно За Матрасами Два Иллюминатора Они Открываются И Вентилируется Салон Я Кстати Видел Когда Готовился Кэфиру Видел Люсю Сороковую Со Скруткой В Мачту Никого Не удивляет По моему От этих Версий От этих Экспериментов Отказались Ушли От А Почему Сил Того Что Мачта Как Банан Согнута И В общем То Это Неудобно И Для Паруса В том Числе Мачта Зажевывает Ну Оно И В принципе На Катамаране Грот На Скрутке Он Он Только Декоративную Функцию Несет Его Можно Тогда Уж Совсем Не Ставить И Убрать Всю Вот Эту Железную Палку И Получается Моторный Катамаран Да Там же Получается Практически Обратный Серб Грота А Все Таки Катамаранов Считается Такое Слово Горбатый Грот За счет Чего Ну Вернее Для чего Чтобы Увеличить Площадь Парусности Если Это Скрутка Мачта То Площадь Парусности У тебя Сокращается На Очень Много Согласен Согласен Поэтому На Катамаранах Скрутки Не особо Приживаются На Гиг Есть Скрутки У Лагуна Я Помню Но Выглядит Так Как-то Слишком Громоздко Некрасиво Классический Грот Лучше Я Всегда Предпочитаю Классический Чтобы Больше Удовольствия Кстати У разных Производителей Высота Гиг От Рубки Разная И Не всегда Удобно Работать С Гротом Допустим Вот здесь Я сам Лично В волну Ползал По Флайбриджу На Люсе 40 Но Удовольствие Мало Приятное Поэтому Работать С поста Управления И сделать Все Чтобы Не Вылезти Наверх В свежий Ветер Практически Невозможно До Поста Управления Мы еще Дойдем Это Отдельная История На 40 Люсе Высота В принципе Не такая Большая Но Если Качает То Этот Гиг Летает Туда Сюда Вам Надо За что То Держаться Плюс Вот У меня Рост Метр Семьдесят Один Я не Превылечил Если На носочки Встать Метр Семьдесят Одет И Я Дотягиваюсь До Лейзи Бега Нормально Если Человек Высшим Ростом То Ему Совсем Комфортно Работать Если Катамаран Большего Размера У разных Производителей Разная Высота Например На Ути Тек Вообще Там Не Достай Есть Катамараны Сан Риф Там Высота Гика Там Лестница Стремянка Нужна Ползать Отдельно Там Совсем Другая Песня Да Они Для Другого Делаются Самое Низкое Расстояние Это Как мы Говорим Посадка У машины Расстояние Клиренса Самое Низкое Расстояние Между Гиком И Рубкой Этого Эксесса Из Тех Катамаранов Которые Мы Сейчас Рассматриваем Если Например В Эксессе Есть Опция Гибкая Крыша Которая Сдвигается И ты можешь В ночи Смотреть На звезды Либо Загорать Просто Лежа В кокпите При наличии Такой Опции Работать С Гродом В общем То Неудобно Либо Нужно Держать Лодку Очень Ровно На курсе Чтобы На боковых Частях Стоять Возможно Фиксировать Погоны Гика Шкота Гик Чтобы Он Не так Летал Есть Нюансы Так Вот Мы Дошли До До Поста Управления Я Немножко Назад Отмотаю Чтоб Повыше Чтоб Видно Было Это У нас В общем То Стандартный Если Говорить Что Здесь Карпотер Еще Есть Вот Наверху Видно Стандартный Пост Управления На Люсе Сороковой Сидение На котором Сидят Сразу Сзади И Там Выход На Флайбридж Идет Такая Лесенка Я Где-то В обзорах Видел Что Удобно Было Было Поставить Лесенку Мачты Но Зачем Ее Ставить Там Если Лесенка Есть Вот Здесь Не надо Городить На Маленьких Лодках Все Не Вместить Мы Аватара Чуть Позже Попросим Подойти На Пост Управления И Показать Руками Подергать Как Все Происходит Сразу Скажу Что Мне Понравилось Это То Что Все Рядом И Это Также Большой Минус Потому Что Эти Веревки Вечно На Ручках Дергать Неудобно Прибор Чтобы До Прибора Дотянуться Надо Руку В колесо Рулевое Просунуть Нельзя Так Делать Они Расположены Так Что Ты Можешь Управлять Приборами Не Через Штурвал Пульт Управления Двигателем Это Мы Можем Те Кто Ходят На Лодках Час Так Поверь Да Но Все равно Это Неудобно Почему Не Вынести Отдельно Лебедки Рядом Стоят Вот С лебедкой Мне кажется Больше Неудобства Потому Что Когда Идет Работа С парусами И ты Например На малом ходу Ставишь Или убираешь Паруса У тебя Все эти Веревки Радостно Могут Зацепиться За ручку И Что Нибудь Куда Нибудь Дернуть Это Больше Вероятно Чем Например Испытывать Неудобства От расположения Включения Включения Двигателей Ну Да Не очень Удобно Делать Поворот Скажу Честно Прям Вот Не очень Не очень Удобно Потому Что На Стах Сельшкодах Нету Стопоров А На Одной Лебедке У тебя Как Правило Гикошкод И Тебе Получается Постоянно Вот Вот Так Вот Надо Есть Еще Одна Лебедка Вот Она Правая Самая На Видео Сейчас Ну До Да Ну Короче Прям Вот Все Вот 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 Так Вот 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 Прям Настолько Рядом Что Все Друг Другу Мешает И Веревкой Постоянно Ручки Управления Миш Аватар Наш Подойди Пожалуйста На Пост Управления И Покажи Как Работают Ручки Есть Еще Один Минус На Современных Моделях На Современных Моделях Есть Еще Один Минус Вот Сейчас Миш Покажет Переключение Вперед Назад Рукояткой А Нейтралку Очень тяжело Поймать Ну Возможно На других Катамаранах Кстати Ручки Немножко Другие Там Больше Чувствуется Нейтраль Конкретно Вот На этом Катамаране Ручки Сами Тугие И Нейтраль Ты Смотришь Либо По Стрелочкам Либо Уже Просто Привыкаешь К Физическому Расположению Этих Ручек Но Неудобно Я Пробовала Переключать Передачи На Эксесси В Каннах Вот Там Конечно Совершенно Другие Ручки И Найдите Называется 10 Отличий Да От ручек Управления Тоже Многое Зависит Это По-моему Самые Такие Дешевенькие Поэтому Они так Плохо Переключаются И Многие Производители А еще Здесь нет Фиксатора Штурвала Он Сам По Себе Передвигается Очень Туго И На Швартовке В общем-то Поскольку У тебя Нет Фиксатора Штурвала У тебя Штурвал Может Вращаться В ту Или Иную Сторон И Ты Получается Стоишь Бедром Держишь Штурвал Пытаешься Дергать Ручками И еще Каким-то Образом Посмотреть Куда Тебе Ехать Ну Да Миша Покажи Нет Фиксатора Штурвала Там Деревянная Накладка Стоит Ну Это Может Быть В Этой Модификации Сложно Сказать Здесь На Посту Управления Также Радио Еще Есть Отдельную Ручку Мы Когда Комплектацию Составляли Заказали Радиостанцию Чтобы Она Стояла На Посту Управления Потому Что Все Управление Происходит Отсюда Еще Мне Не Нравится Как Расположен Картплотер Он Не Очень Удобно Не Удобно По нему Ориентироваться И Не Всегда Не Всегда Он Корректно Работает Мы Вообще Телефоном Пользовались Когда Шли Ну У 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 Тот Который Внутри Поэтому Мы Предпочли Пользоваться Картплотером Большего Большего Размера Внутри Ну Современная Электроника И Что она Себя Представляет Это Вообще Тема Отдельного Эфира И На Нее Можно Говорить Очень 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 Долго Спасибо Миш Большое Мы Пока Вернемся Немножко К Нашему Слайд Шоу Где У У У У Фотографии Здесь Это Прямо Вот Ну Не Знаю При Этом Если Мне Не Изменяет Память Это Люмар Да И Одна Из Лебедок Постоянно Раскручивалась Как раз В те Моменты Когда Нужно Было Что-то Делать Было Честно Крайне Неудобно Ощущать Себя В Ночи Когда У тебя Свистит Горизонтально Падает Дождь Тебе Нужно Что-то Делать А у Тебя Из Рабочих Трех Лебедок Вдруг Остается Только Две Мы Еще Не Ушли С Постава Управления Здесь Как раз Показана Лестенка Которая Идет Наверх На Флайбридж Чтобы Туда Подняться Нужно Наступить Еще Ногой На Сиденье На Котором Ты Сидишь А Если Посмотреть Вправо В сторону Штурвала То Там В общем К сожалению Нету Ручки И Еще Что Что Либо Хотелось Быть Все Таки Держаться Двумя Руками За Что Когда Ты Поднимаешься Снизу Вверх Да Вот Мне Кстати Что Не Понравилось Еще Когда Я Работал С Веревками На Люсе 40 Говорим Сейчас Про Эту Модель Мы Сидим В Беларуси У Нас У нас Тут Тепло Комфортно Мы К сожалению Не На Лодке Показать Прям Вот Так Вживую Как Это На Самом Деле Тяжело Даже При Наличии Аватара Ему Все Равно Спасибо За Это Так Вот Когда Работаешь С Веревками И Скручиваешь С Такси Скрутка Находится С Борта Прям Совсем У Борта Находится По Борту Идет Да А Качает Ты Ночью Один Тебе Надо Убрать Такси Ты Отстегиваешь Вот Эту Страховочку И Туда К Борту К Борту Потихонечку Уйдешь Хоть Ты Пристегнут Все Равно Такое Ощущение Какое То Не По Себе Особенно Когда Погода Сильно Плохая И Хотелось Чтобы Эта Скрутка Находилась На расстоянии Вытянутой Руки Потому Что Все Остальные Веревки У Тебя На расстоянии Вытянутой Руки Ты Стоишь Совсем Работаешь А Чтобы Стаксель Убрать Тебе Нужно Вылезать Из Твоего Уютного Комфортного Места И Это Создает Такие Ощущения Дискомфорта И Не знаю Менее Безопасно Себя Чувствуешь Что ли Можно Если Можно Так Выразиться Ну Это В разрезе Перегонов В ночное Время Суток И Так Далее Если Брать Например Формат Все Таки Дневного Чартера Отдыха То В общем То Включиться Вот Это Кокпит Стандартный Обычный Большой Кокпит Здесь Еще Занавески Вешаются Вокруг Кокпита И Если Дождь Или Ветер Они Закрывают Тут Добавлять Нечего Все Стандартно Миша Покажи Пожалуйста Где Находится Где Находится Карплот Ой Карплотер Плот Спасательный Где Находится Повернись Развернись Во Да Не Ну Где Плот Находится Развернись Плот Спасательный Аватар Немножко Запутался Миша Аватар Запутался У нас Да Он У нас Не Смин Назад Правый Поплавок Правый Нет Миша К правому Борду Пожалуйста Вот он Справа Тя Сейчас Вот Ты видишь Прекрасно Отлично У Миши Кстати Бирбот Шкипер Учился В яхте На школе Симплсейл Михаил Не крутись Покажи Со стороны Как плот Находится Плот Находится Достаточно Да не крутись Встаньте Ровно Во Спасибо большое Плот Спасательный На многих Катамаранах Он находится Где-то Под лестницей Или под Под поплавками Как правильно Под мостом Между поплавками Под нищем Например На Бали Да И на многих Однокорпусных Лодках Плот Прям запрятан Запрятан Здесь Надо сказать Спасибо Производителю Он Вынес плот Из Как на Ахелии 44 Из под лестницы Вынес его Наружу И С ним удобно Работать Если что-то Происходит Миша Спасибо Большое Причем У Бали Был найден Бак Крепление Спас плота В силу того Что он был Между поплавками Там Три крепления Только На весь Спас плот И на какой-нибудь Не очень комфортной волне В частности На Карибах Я даже знаю Что у кого-то Собственно Выпал плот Раскрылся Все было прекрасно Все эти крепления Раздолбались Плот выпал Он же в общем-то Он совсем Нелегкий И Три крепления Тяжелый плот Не выдержат В принципе Поэтому Я думаю Что Верфи Нужно будет Что-то с этим делать Потому что Считаю Что это может быть Проблемой Из кокпитов Эксплуатирующей Чартерной Компании Достать плот И не париться Да Но плот Не так часто достают Раз в годик Чтобы проверить В салон Мы переместились В салоне У нас все стандартно Это вот Как раз столик Который Превращается В кровать У него видно Ножки Так их Отщелкиваешь И столик Опускается Сверху Кладешь Подушечку Здесь на фотографии Виден стул Верфь его Бесплатно Дарит Выкидываете стул Царапает Паёла Царапает И не очень удобно Потом Со всем этим Ходить В общем Нетоварный вид Либо Надо ножки Делать совсем Совсем Такие Для кокпита Он удобный Либо нужны Силиконовые Какие-то Накладки На ножки Но он большой У него спинка У этого стула И Постоянно мешает С другой стороны В кокпите Сидеть За таким Очень удобно Причем Что этот стул Он складной По сути Ты можешь Также убрать Его в форпик Согласен В салоне Особо Рассказывать Нечего Хотя В принципе Сейчас подальше Будет камбуз На камбузе Мало места Для хранения Камбуз Достаточно удобный Ну Он достаточно Комфортный Единственное Что Полочек Разных И шкафчиков Хотелось бы Конечно Больше Для чартера Подойдет Но Для такой Полноценной Жизни Надо Вот Прям Хочется Побольше Вещей Такую С собой Распихать Распихать Что-то Куда-то Здесь Вот Надо мной Как раз Плита Вот она Вот здесь Вот И там Над ней Вешаются Разные Присоски Крючки Посуда Туда Вешается На чартерной Лодке Этого Всего Нет И Когда Этого Нет Лодочка Выглядит Такая Красивая Прям Аккуратненькая Но Конечно Когда Человек На ней Живет Там Все Заставлено Обычной Кухонной Утварью Здесь Наверху Шкафчик Духовкой Есть Туда Микроволновка Оставится Об этом Мы уже Говорили Со шкафчиком Надо быть Осторожным Со всеми Такими Шкафчиками Тимур Не даст Собрать На катамаранах Надо быть Осторожным Открываешь Оттуда Вываливается Тимур Вываливается Он знает Случай Открываешь Шкафчик Оттуда Все Вываливается Во время Качки Помню Катя Мне показывала Как она Ловила Там Тоже Перец Верхнюю полку В общем-то Ничего Из стекла Лучше Не ставится Посуда У нас Хранилась Там Нет Внутри Никакого Упора Он Есть Он Маленький Он Очень Маленький И Качки Вот Над Моим Левым Плечом Они Если Перегрузить Посуда Они Могут Тоже Вываливаться Во время Качки Самопроизвольно Открываться На Качки Но Это Когда И Выламываться Когда Вот этот Язычок Он Смещается Это Нюанс Механизма Закрытия Как раз Выдвижных Ящиков Он Не Закрывается Не Захлопывается Сам Там Вот Такие Металлические Квадратики Это Должно Приподнять Закрыть Убедиться В том Что За уголок Эта Штучка Вот Зашла Если Ты Захлопываешь Постоянно Эту Дверцу Или Ящик Уголочек Фиксирующий Он Сгибается И Тогда Сцепление Становится По площади Гораздо Меньше Вот Тогда Есть Риск Того Что Ящик Вылетает И Все Содержимое В общем То Тоже Да Так Давайте Я тогда Похвалю Немножко Фонтен Если Ну вот Мы сейчас Уже Сменили Кадр На видео Там На камбузе Очень удобно Сделано Мусорное ведро Сверху Такая крышка На рабочем столе Вот Ее открываешь И тогда Готовить Просто Одно удовольствие Это Бесспорно Ты вот Моешь Какие-то Овощи Фрукты Прям Вот Туда И Прям Замечательно Тут же Сразу Все это Выкидываешь Причем Очень круто Сделано Изнутри Там Такой Раструб Ты туда Подсоединяешь Мешок Мусорный И резиночкой Его фиксируешь Вот мы об этой Белой крышечке Говорили Да 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 Речь о ней Вот То есть Ей и пользоваться Удобно И потом Этот мешок Выносить Тоже Очень удобно Сделано Функционально Это на всех Фонтенах Это прям Их Фамильная Черта И Видно Что люди Позаботились О комфорте Готовки А на других Катамаранах На лагуне нет Я просто не помню Я уже давненько Ходил на лагуне На лагуне Лагуне Но это удобно Вот с мусорным ведром Однозначно удобно Нет Мы не ругаем Катамаран Мы просто говорим О каких-то его особенностях Штурманский столик Классический Ничего особенного В нем нет Конечно Карту не развернешь Прокладку не сделаешь А Эксес Пошел дальше Он Вот эти углы Которые практически Не Используются На Большинстве Катамаранов Он их Уменьшил Он прям совсем Их маленькими Сделал Тем самым Он увеличил Пространство салона Это сейчас Такое новое Веяние От Аксеса Посмотрим Как его будут Перенимать Остальные Производители Но мне Эта идея Очень импонирует Потому что Столько места Скрадывается Из этого Столика Штурманского Который фактически Является Атавизмом Ну как Как хвост у человека Он давно уже Отпадет Да нет Это док-станция Чтобы заряжать Мобильники Складывать Фототехнику Вот там как раз Док-станция Она вот за этой панелью Вот там как раз Все это вот так Складывается И по крайней мере Не видно Не виден этот бардак В этом плюс Этой панели С другой стороны Если ты сидишь Заполняешь бортовой журнал Какие-то документы В маринах Там что бы то ни было А сидишь Даже говоришь По рации Если ты например Не наверху А просто у тебя Какие-то переговоры В таком дежурном режиме Тот же Костгард Или гарди до финанса Ты спокойненько сидишь Смотришь документы На лодку Отвечаешь на вопросы И должен быть доступ Да К документам К ключам К переходникам Там на воду Там или еще чего-то В этом плане Штурманский стол Все-таки Ну он удобнее что ли Ну давайте нашего аватара Он надеюсь Найдет где штурманский столик Он покажет Как там сейчас Сидит человек Как раз Леха Останься За штурманским столиком Чтобы нам увидеть Чтобы нам прям Человека-человека Увидеть Как он сидит И Что это из себя представляет Что Вполне себе удобно Миш Ты не дергай камеры Ты отойди подальше Чуть-чуть Да Чтобы было видно Ага И звук у Миши Зацикливается Мы его отключим Сейчас звук Вот так Алексей Сидит у нас Работает Ну тут он ест А там он работает В принципе все удобно Но я говорю Место огромное количество Я большой функциональности В нем не вижу В этом столе Ну это же у тебя не офисный кабинет С другой стороны А если у тебя качка И что-то грозит упасть То пускай это лучше будет В штурманском столе По крайней мере Далеко не улетит И искать не придется Ну это же дело привычки Должно быть по сути место Куда положить документы И всякие мелочи Ну не нужно столько места Миш покажи Вот повыше так подними Покажи сверху Сколько места За панелью управления Перед фронтальным окном Получается достаточно места Там огромное количество места Да Можно было сделать шкафчик Туда все обычно Все сваливают Вот если сделать там ящик За этой панели Где все будет прекрасно помещаться А сверху будет плоская поверхность То же самое что На столе Здесь вот это пространство Под что-нибудь полезное Можно как раз Совершенно спокойно Ну да Спасибо Миш большое Хотя подожди Давай-ка мы покажем сейчас Панель управления Которая рядом с Алексеем Сразу чтобы далеко не ходить Вот если пониже опуститься Здесь вот панелька управления У нас тут Зарядное устройство С инвертором Оно совмещено Практически на всех фонтейнах Я думаю Если только на всем старых нет И кнопочки управления помпами Навигационными огнями Освещение Освещение Электричество Так далее Так далее Да все остальное Декоративная голубая подсветка Которая эффектно смотрится в ночи Да-да-да Ну да Точно Это кстати у нас там есть фотография Как эта подсветка смотрится Кнопочки достаточно удобно расположены И утоплены Их не заденешь Когда опускаешься Поднимаешься Но все равно я бы предусмотрел какую-нибудь защиту Чтобы рукой туда не вписаться И не нажать что-нибудь Хотя ничего опасного нет Нажмете Ничего не будет Если вахту несете Сориентируйтесь А еще Если у нас на борту дети То эта панель привлекает их внимание Они любят пощелкать А там еще где 16 написано Рукояточка покрутить можно И тоже будет Весело Да Но поэтому в идеале конечно Чтобы она закрывалась К сожалению Практически на всех лодках Она не закрывается Она в открытом доступе находится А я помню На лагуне 500 Был вообще прикол Там тоже такая волшебная кнопочка Она не особо подписана была Ее нажимаешь И у тебя Помпа из одного топливного танка В другой топливный танк перекачивает А когда у тебя два полных бака У тебя 500 литров топлива Через воздушку уходят В воду Поэтому Надо быть конечно всегда осторожными С этими панелями Они находятся на виду Надо знать Что там за кнопки И отключать Какие-то Если прям совсем Они Не нужны И инструктировать детей По-хорошему следить за ними Инструктируй Не инструктируй Но Привязывать Согласна На баке На сетке Сейчас у нас на слайд-шоу Просто Каюты Мы их уже видели В общем-то Я не знаю Что еще можно говорить Особо зрители вопросов не задают Потому что лодка маленькая Но давайте посмотрим Посмотрим моторный отсек Кстати Вот Вот сейчас ведро Я тут нашел Как оно мусорное Открывается и закрывается И есть такая еще резиночка На всех катамаранах Так поднимаются По-йола На многих катах Ставят Утапливаемые Такие ручечки Грязь в них заедается На сорок пятых Даже Океанисах Есть Ну вообще на океанисах На корпусных лосках Они утапливаются Их заедают Со временем И не открыть Резинка Это Чем хороша У вас все В один уровень Ничего нигде не надо тыкать А резиночкой Присосался И поднял Надо быть осторожным Потому что резиночка Может соскочить По-йола может упасть И поцарапать Поцарапать Палу Ногу Ногу Да И обычно края скалываются Поэтому решение такое Интересное Но конечно не без Маленьких Маленьких недостатков Есть еще более интересное Решение На санрифах Там Вот в этих Поднимающихся люках Запрятаны магнитики И выдается Такая Тоже в форме Вантуса Значит Ручка С мощным магнитом И ты Этим магнитом Открываешь Пайола Но оказалось Что Магнит Он с такой силой Примагничивается К ответной части Что Царапает Поверхность Пайолов Поэтому их нужно Защищать Специальными Тряпочками И как раз Отлипает Это еще Еще хуже Я кстати Не помню Вот чтобы На санрифе Я как-то поднимала Пайолу Но как-то Вот Без такой штуки Вот А как я вспомнить Не могу сейчас Ну Ничего страшного Конструкторская мысль Не стоит на месте Мы про Санрифа отдельная Вообще Тема Мне кажется И ни одного эфира Про санрифа Тоже можно долго говорить Двигатель Двигатель обычный Вокруг него Куча места Вольво Пента тридцатка Здесь по-моему А вокруг него Огромное количество Места Там можно Дополнительное Оборудование Поставить В левом поплавке Есть место Под дизель-генератор В правом поплавке Много места Чтобы поставить Туда Опреснитель Например Или еще что-то Но обычно Там много Ничего не пихают Что там Компрессор Ну да Но тогда Для баллонов Нужно место Не Ну понятно Что можно По-разному Извращаться И много чего Ставить И катамаран Дает возможность Это делать Во всех катамаранах Всегда Огромное количество Места Мне нравится Обслуживать Двигатели На катамаранах Не надо ползать Там подлезать Все у тебя Находится на виду Как будто Это выставочный стенд И ты Вокруг него Можешь Все-все делать Потому что На каких-нибудь Маленьких Однокорпусных лодках Тех же моторках К двигателю Иногда бывает Вообще не подобраться С определенных мест Ну практически Нереально Ну вот на том же Вот например Извините Санрифе 60 Я там Я со своими габаритами Еле подлезла Чтобы эту крыльчатку Двигать Крыльчатку достать Ну как-то Для более габаритного человека Для мужчин Это будет сложно Казалось бы Такой большой катамаран И так мало места Здесь его достаточно Вот на Люсе 40 Пора вывести Отдельную породу Людей Техников Компактных Но стильных Мы об этом уже По-моему даже говорили Что нужны такие Компактные Компактные Это наш двигатель На нашей Люсе Банки Дополнительные банки Стоят С батареями Это правый поплавок У нас Ну тут тоже Ничего особенного Всякие рубильнички Если не знаете Нажимать ничего не нужно Туда вообще лучше Не лезь Если ничего не знаете Ну там есть инструкции Подробные Достаточно Да Да А у нас вопрос Даже есть Про двери Тимур говорит Что двери Двери открываются Вовнутрь В цели безопасности Чтобы что-то Не могло заблокировать Внутри человека Так наоборот Двери вовнутрь открываются Если человек внутри Он ее не сможет Выбить Наружу Поэтому я не соглашусь С этим А на судах Делают еще Внизу дверей Такие Такие Как сказать правильно Дверки Которые ногой Можешь выбить И в случае пожара Если дверь заблокировалась В эту нору Пролезть Это стартовый аккумулятор Сейчас у нас на фотографии По одному Кстати вот как Я просто ходил На Люси Один Поэтому Мне не доводилось Спать в кормовой каюте При работающем Моторе Шумит 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 Шумоизоляция Это К сожалению Такая Никаких чудес Лучше Чем на однокорпусной Но понятно Что не идеально Сильно шумит Там есть Шумоизоляционные Панели Но они не помогают К сожалению То есть двигатель Особенно если высокие обороты То прям Совсем Спрашивают Как лодка ведет себя на волне Каков предел Комфортной волны Для этого катамарана Спрашивают Simple Sail Ну зависит от От направления волны В общем-то И от акватории Потому что В общем-то В Бискайском заливе Выяснилось Что и в 30 35 узлов В лицо Можно Спокойно идти А в Средиземке В частности Вот Недалеко от Мессины Когда тебе дует Уже 20-25 И короткая волна Не очень приятная Она уже практически Останавливает Катамаран Ну у нас же был Опять же Да У нас был переход Перегон Поэтому Нам Нам нужно было Сделать это В максимально сжатые сроки И мы просто делали Скидку На погоду В том числе Если брать Разрез чартера То в общем-то В каких-то Более-менее закрытых Акваториях Тоже самое Адриатике Я думаю Он может повести себя Нормально И опять же Если это Бирбол чартер Это Дневное плавание С определенными Ограничениями По прогнозу погоды Выше 25 25 узлов Выходить не стоит Поэтому я думаю Что Мы не будем Рассматривать Предельные Нагрузки На Катамаран Вот это же Не экстремальный Какой-то Эфир у нас А для чартера Вполне будет комфортно Я думаю Ну вот смотрите Я специально Когда проходил Миссину Сфотографировал Это Люсия 40 Она идет Против ветра И С попутным Течением Здесь изображено Еще небольшое Попутное течение Оно у нас Доходило До Трех с половиной Узлов По-моему Ну это был Такой Очень странный Момент Конечно Вот здесь Видно Катамаранчик Там Честно говоря Там был кошмар Вода кипела Лодка Казалось Что она стоит Но на самом деле Она идет Скорость у лодки Аж целых Семь узлов Но это было Жутковато Да А и скорость течения Посмотрите Какая 4 и 9 Да То есть Один узел И 1 и 9 Узла Нет 4 и 9 Это относительно воды Течение Оно показано Стрелочкой Филетовой 2 и 4 Извиняю Разница Ты немножко Поправляйте меня Поправляйте Да А то эти карпозеры Я в них всегда Попутаюсь Ничего не понимаю Мы так выяснили Опытным путем Что Катя умеет Читать И писать Некоторые еще Умеют считать Но это вообще Не характерно Для шкиперов Вообще нет Да И карты Зло А так как я не шкипер То Что с меня спрашивать Если я не те цифры Называю Да 24 узла 24 узла Здесь ветер Истинный Но Картина там была Похуже Потому что Такое месиво было И приборчики Показывали Тоже не совсем Корректно И мы знаем Что приборы Не всегда показывают Корректную информацию Там был очень интересный момент Испуганные приборы Вообще никогда не показывают Это да Они были очень испуганы Мне очень был любопытен Тот факт Насколько интересно Ведет себя вода То есть тебе ветер В морду А течение попутное И получается Что такой конфликт Воды Причем глубина же Там не очень большая Это все так было видно Прям на самом деле Мы искали заправку Как раз И вода прям кипит Это прям Вот было очень удивительно Вот кстати На видео У нас сейчас показывается Идеальная погода Для таких катамаронов Ну вообще Для Ветра почти нет Поэтому Это вот только Офигенная Чартерная погода Оттопыриваешься Никакой тебе волнишки Берег рядом Даже красивые Там наверное Пейзажи есть Идеально Я люблю Такую Такую вещь Вот Отвечаю на вопрос Зрители У нас В фейсбуке Алексей Лунев Спрашивает Про размещение Компрессоров И баллонов Подробнее Алексей Я сейчас Попробую Показать Я сейчас Попробую Показать Место Куда Это все Дело Можно Засунуть Сейчас я найду Ну еще же Есть на Баке Место Рядом с якорной Вот как раз Мы на бак Пришли Мы сейчас Откроем место Под Матрасиком Там у нас Якорная лебедка Расположена И там же Есть место Для того Чтобы разместить Вот видно Здесь в правой части Здесь есть Такой отсек Он достаточно большой И свободный Это Альтернатива Отсекам Где находятся двигатели Кормовым Здесь можно Разместить Компрессор Есть еще Форпики Но туда пихать Какое-то оборудование Не рекомендуется Наверное Нет Все-таки Это более защищенное место И если смотреть на фото То получается Слева от желтых канистр Там еще есть Специальная емкость Для газовых баллонов Да Вот там где канистр Там газовые баллоны По размещению Нужно учитывать И дверцу В этот маленький Отсек Для газа Но На большой хеле От фонтейна Там стоит генератор Вот в этом отсеке В носовом На лагуне 450 Там стоит генератор Опреснители Туда еще Опреснители Туда ставятся Поэтому в принципе Это место Полноценное Для того Чтобы там Ставить оборудование Единственное Что нужно Предусмотреть Площадки Чтобы там Водичка туда Не попадала Просто так Потому что Там есть Для слива Отверстия И бывает Крыжечка Отваливается И вода Которая бьет В мост Она туда Прям заходит Со всей силы У нас даже История какая-то Была На лагуне 45 Там стоял Генератор Ну и стоит До сих пор Я думаю И Отлетела Крыжечка И вода Вошла Она вошла Так что Там прям Прям Все очень плохо Было Поэтому внимательно Надо смотреть Чтобы вода Туда не поступало Особенно Снизу А вот это Носовые Здесь видно Носовые отсеки Форпики Ну место для кранцев К сожалению Это неполноценные Носовые каюты В отличие от Лагуна Наутитека Эксесса И боли Единственный катамаран В линейке 40 Которые мы Рассматривали Не имеет Шкиперских кают Зато Больше места Получилось Наверное Внутри Смотрите Вот здесь Мы идем Когда по палубе Нету ручек За которые Держаться Можно Вот слева Они там Чуть дальше Есть На некоторых Моделях Уже ставят Эти ручки Их можно Заказать Отдельно Есть характерная Особенность Рубки Там Как маленькая Такая Как ступенечка В общем-то За нее тоже Можно держаться Но полноценных Ручек нет Да Я согласна Но вообще На современных Лодках Ручки За которые Можешь держаться Во время качки Это такая Эксклюзивная История Что ли Да Тимур Не для всех Это вот Не для всех Вот смотрите Видно где стоит Генератор Он стоит в левом Поплавке На 40 люсе Рядом с двигателем Достаточно Комфортно К нему Подлезть Можно Если все Эти крышечки Снять Сверху Снизу Сбоку То я думаю И обслуживать Его тоже Удобно И для двигателя Место остается Чтобы подлезть К нему Баллоны Баллоны Для дайвинга Можно ставить В правый Поплавок Мы делали На 48 Океанисе Из фанеры Специальную Конструкцию Под 2 Или под 3 Баллона И отправляли Лодку в чартер Заряжали Баллоны И они там Достаточно комфортно Помещаются То есть Если сделать Конструкции Определенные Доработать То можно Много чего Запихать На лодку Леха Житков Даже видел Как на Таити Приделали Вертолетную Площадку На Таити 80 Это не только Леха Житков Видел Ну да Он просто Регулярно Эту вспоминал Историю Поэтому Да А вот Ну рассказывал Я просто принимал Его сверху Заряжали С этим барахлом В море ходил Ну вот В общем Вы вдвоем Участвовали Вернулись Значит все хорошо Молодцы Живы Здоровы Ну вид в кокпит Слева поплавка Дверь открывается Широко И как я В одном из видео Своем говорил Совмещает Пространство Салона И кокпита И получается Такая вот Огромная Огромная Пространство Конечно с Бали не сравнить Но в любом случае Места много А будьте внимательны С дверьми С движными Иногда даже Пальцы отрезает И при качке Эти двери Иногда слетают Со своих позиций Особенно если Они стоят В режиме вентиляции Они могут слететь Поэтому На всех катамаранах Надо быть осторожным С этими С движными дверьми Если эти С движные двери есть Но я не видела Чтобы они падали Эти двери Они скорее просто Открываются Подожди Не убирай Это Видео Вот отсюда Мы тоже Видим очень хорошо Что На рулевом Посту У сидушки Есть Спинка Которая Защищает Спину Рулевого От ветра Это не маловажный момент Кстати Да Это прям фактор комфорта Очень серьезный И на всех новых Фонтенах Вот такая вот спинка И Сидушка На рулевом посту Она прям из-за этого Гораздо комфортнее При этом По обзорности На швартовке Например Я могу сказать Что Фонтен Вполне себе Неплох Например На лагуне Мне не видно Было ничего Там с обзорностью Как-то вот Совсем печально Да Обзорность Очень важна И На Люсе Сороковой Хорошая обзорность Я на несколько была Вот специально Сходила Посмотреть Вот как Оно будет Видно Хоть вот Ты на носочках Стоишь Хоть вот Прыгаешь Или стоишь Со своим Ростом Нас тут Постоянный зритель Фонтен Все таки Он С большей обзорностью Постоянный зритель Спрашивает Вертолет Ты садился На вертолетную площадку На Таити Хоть раз Или нет Алексей Что скажешь Ты знаешь А как же Конечно Все В общем Вот слева Кстати видно Сейчас Как поварежки Поварежки Справа Вот отсюда У Кати Как крепятся Поварежки К стену Очень интересно Как оно там Сделано Потому что Мне вот это Решение Нравится Гораздо Больше Чем Справа Отдухового Шкафа Я думаю Они будут Мелогично Побрякивать На качке Там кстати Ящичка Нет На нашей Люсе Вот там Колонка Босс Стоит Поэтому Туда Вешать Поварежки И ножи И все Прочее Будет Ужасным Решением Но Мы Были вместе На катамаране Было еще Раз Два Три Четыре Пять Пять Человек Максимум Семь человек На семь человек Было В течение девяти дней Из всего похода Да Но Если распределиться По вахтам То достаточно Комфортно Когда все Вылезают Немножко Расталкиваешься Но можно Да Вполне Девять человек У нас было На катамаране В переходе Все было комфортно Здесь вот кстати Видно Морозилка И холодильник Представлены Что еще Вот стульчики стоят Катя говорила О стульчиках Но они в кокпите Вот как раз Удобные Да Они в общем Не для салона В большей степени Как мне кажется Согласен Согласен И здесь видно Журнальный столик Да То есть Оунарская версия Часто Оунары выбирают Вот такой журнальный Столик В кают компании Чтобы было Больше места И пространство Оказалось Больше Чтобы комфортнее было Если можно Так выразиться Мы с Хелли 44 Такой столик Убирали И заказывали Отдельно Когда лодка Пришла в чартер Поэтому не пугайтесь Если закажете Что-то не то Всегда можно Переделать Перезаказать Потом В принципе Всю лодку Можно собрать Заново Заказав С верфи Только запчасть Кроме корпуса Корпус Витя Сделает У нас И кстати Здесь Микроволновка Стоит По правому борту Без всяких Шкафчиков Просто на полке Ну да Просто стоит Потому что На верфи Микроволновка Стоит дорого Поэтому люди Покупают Микроволновку За нормальные Деньги В обычном магазине Ставят Туда Куда Ставят Но это же Не морская Микроволновка Будет Да А морская Да Она в любом случае Не морская Может быть Они ее убирают Я открою секрет В Польше На Мазурских Озерах На лодках Нет Навигационных Огней Нет компаса Есть Эхолот И есть Микроволновка Вот такой Вот Польский Чартер На Мазурских Озерах Поэтому По поводу Комплектации Можно Насобирать Прямо Целую Историю Когда мы говорили В комплектации О сидениях На рейлинге Вот как раз Здесь очень хорошо Видны Эти сидения Как они установлены На них хорошо Сесть И смотреть За дельфинчиками Минус Минус Который Который Мы обсуждали При подготовке К этому видео Здесь На фотографии На стоп-кадре Точнее Видео Хорошо Видны Лееры На Носовые Леера Носовые Леера Над балкой Да На современных Катамаранах На нашей Люсе Их сейчас Нету И получается Такое Прямо Пространство В которое Можно Выпасть Когда ты Ставишь Генакер Этот Леер Конечно Или Код Зеро Этот Леер Не нужен Потому что Он мешает Нижней Шкатурине Паруса Она за него Цепляется И вот Здесь Видно Как выглядит Бушприт На люсе Такая Большая Большая Пластмассовая Жилыга Которая Идет По Центру Судна Если Бушприта Нету То Там Получая Соседка Сплошная И можно Спокойно Прыгать Поэтому Леера Заказывайте Сами Уже Если Их У вас Не будет Потому что Для безопасности Они Конечно Нужны Очень Очень Важно Чтобы Они Были Ну что У нас Вопросов Больше Не осталось Вот Видно Как Солнечные Панели Ставятся Они Ставятся Слева От Гика И Сзади За Ну За погоном Они Вполне Комфортно В общем-то Там Стоять Ничему Не мешают Да Эта Опция Тоже На верфи Есть Ее Можно Заказать Эту Опцию Мачта С радаром На ней Ну Классическая Мачта Классический Грот И Кстати Не особо Изогнута Она Да 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 И вот Так На топе Размещаются Приборы Науковая Антенна Ходовые Огни И Указатель Ветра Электронный Направление Скорости Ветра Ну Еще Какие-то Дополнительные Антенны Стоят Лодка Ходит Под парусом Но Конечно У нее Ограниченные Лавировочные Углы На Сайте Производителя Фонтейн Пежо И В мануале Можно Посмотреть Диаграммы Если Вам Они Об этом Что-нибудь Скажут Ну Я могу Попробовать Конечно Найти Эти Диаграммы Вопросы У нас Еще Есть Не Знаю Мы Все Рассказали Раз Мы Заговорили Про то Как Ходит Лодка Под парусом Я Не могу Не Обратить Внимание Значит Когда Идешь Остро Если Ветер Гульнул Или Наоборот Курса Сбился И Стаксель Начинает Заполаскивать То Рубка Она Достаточно Тонкая И Погоны Они Прямо Начинают Ходуном Ходить Это Не Только Кстати На Люсе И На Фонтене И На Многих Других Экономят На Пластике И Она Прямо Гуляет Да Да Но При Этом Вот Когда Один Из Знакомых Пожаловался Сотруднику Верфи Тот Сказал Что Пластик Он Должен Ходить Если Он Не Гуляет Значит Он Не Работает И Вообще Пластик Фантастик Был Ответ Верфи Пластик Фантастик Прикольно А были Прецеденты Чтобы Погоны Вырывались Было бы Удивительно Если Ответ Был Другой Был Случай Когда Оторвали Погон На Однокорпуснике Просто Потому Что Там Развинтились Развинтились Крепление Этого Самого Погона Его Отодрало От палубы А вот Так Чтобы С куском Палубы Я Ничего Подобного Не слышу Более жесткая Конструкция У однокорпусных А если Например Говорить Именно О катамаране То есть Это По сути Крышка Над рубкой Были ли Прецеденты Поломок Именно Погона То есть Гуляет Он и гуляет Были ли Прецеденты Поломок Я думаю Были Трещины Какие Пауки Но Так Чтобы Вырывало Вряд ли Потому Что Там Очень Мощный Погон Стоит На самом деле Так Как Упал Упагон Площадь Довольно Большая Крепится Он не в одном Все-таки Месте Погон Не вырывает Быстрее Порвутся Блоки На самом деле Я вот тоже Так думаю Что Больше В этот Очень качественного Металла Навесной Все Отвалится Да И кстати Вот На Люси Все-таки Там Классический Стаксель Вот С раздельными Шкотами Потому Что На Лагуне На Сроковом Там Стаксель Автомат Стоит Поперечный Погон И Соответственно Стаксель Такой Крохотный Ну Поменьше Размер Раз Мы Заговорили О парусах И о Ветре То У нас Сейчас Видно Рекомендации Производителя Какие паруса Должны Стоять И При Какой Силе Ветра То Есть Если У вас Дует 30 35 Узлов То Вам Нужно Брать Третий Риф И Геную На Одну Треть Скручивать Это Вот Здесь Наверху Видно Поэтому Вы Прислушивайтесь К рекомендациям Производителя Есть Мануалы И Там Все Написано Чтобы Не Вырвало Ничего Опасность Если Больше 40 Узлов То Здесь Все Показано И Написано У Дисциплинированного Капитана И В Братовом Журнале Отражено Да Да Причем Производитель Предоставляет Вот такие Схемы Как у Нас Сейчас На Экране Видно Как Нужно Лодку Поднимать И Куда Нужно Крепить Стропы Для Ее Подъема Это У всех Производителей Так Идет Здесь Видно Что Катамаран Можно Поставить На кили И Рули Не Будут Задевать Землю Или Асфальт Смотря Где Лодка Стоит Куда Ее Поставили После Подъема И Там Даже Есть На борту Еще Наклеечки Куда Заводить Стропы Чтобы Не Повредить Рулевое Управление В основном Чтобы Не Повредить Руль И Сейл Драйв Так Ну Что У 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 Следующие Наутитека Лагуна И Бали И Эксс 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 Очень хочется Да Проверить Заявленные Способности К рождению Под парусом На Эксс Как только Представится Возможность На Эксс Мы сразу Поедем Прям вот Сразу Сразу Да Карантин Нам Подпортил Я так Думаю Что Всем Нам Не Только От Из Драйва Но И Купировал Возможности Кобычу Тимур А когда Из Москвы Смотря В каком Направлении Пока Что Вроде Бы На 1 Июля Так Вот Все 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 К этому Идет Это куда В Испанию Сразу К себе Домой И в каком Направлении 1 Июля Ну В Турцию Я так думаю В Валенсию Прямым Рейсом А Испания Уже будет Открыта Для всех К этому Моменту Как Говорят У нас В Испании Иншалла Это понятно Это Гадалки Не ходи Да Так В Испании Говорят Кто же знает Кто Сейчас Может Сказать Что у нас Будет 1 Июля Тут Например 3 5 20 Июня Поэтому Тут Пока Все Очень Зыбко И Туманно Но Мы Надеемся И Да Ну Что Пора Заканчивать Мы Поговорили О Люсии 40 Верфи Фонтейн Пежо С нами Был Тимур Литвиненко Компания Под парусом Перегон Аренда Продажи Яхт Яхт И только Яхт Алексей Житков С нами Был Из Черногории Менеджер Базы Симпл Сейл Рассказал Про Катамаран С вертолетом Миша Миша Наш сегодняшний Аватар Аватар Наш сегодняшний Спасибо Учи Расположение Спас Спасибо На другой Лодке Катя Управляющий Управляющим И Сергей Мазур Спасибо Всем Зрителям За то Что с нами Были Надеюсь Это был Достаточно Полный Обзор И вам Понравилось Если будут Вопросы Оставляйте В комментариях Подписывайтесь Пишите Обзоры Каких лодок Надо еще Сделать Надеюсь Нас скоро Выпустят Из Беларуси И мы Сможем В реальности Бегать Уже По лодкам С камерами И вам Показывать Это Надеюсь Еще Повторяюсь Повторяюсь Два раза Не повторяю Не повторяю Надеюсь Это был Полезный Обзор Мы показали Другие Лодки Показали Как Они выглядят Сколько Они стоят Как Смотрится На их фоне Люся 40 Лодка Хорошая Если Хотите Купить Обращайтесь К нам Мы Вам Поможем В комментариях В описании К видео Вы увидите Все ссылки Файлик С прайс-листом Ну и Контакты Наши А также Тех Кто Был В эфире Алексей Лунев Вам тоже Спасибо Нам тоже Было Интересно Присоединяйтесь И Присоединяйтесь Всем пока Всем пока Пока До встречи Пока Пока Продолжение следует...